Давайте я запись начну. Для тех, кто в записи смотрит, это ориентировочно... Да и не ориентировочно, а 11-я часть. Знакомство с мультиплеером Starcraft 2 Legacy of the Void. В прошлых частях мы с вами знакомились с юнитами, знакомились с картами. Много новой информации. Прошли с вами две лиги. Прошли отборочный, прошли орлиную лигу, прошли алмазную лигу. Сейчас находимся в мастер-лиге. Предпоследний, дальше грандмастер, но я не буду выходить в грандмастер. Вряд ли мне на это хватит и сил, и самое главное не сил, а желания. Потому что если захочешь, то в принципе с текущей динамикой, я думаю, за месяцок ежедневных каток можно эти там 700 очков набрать и попробовать в ГМ пройти. Но я не очень-то этого хочу, на самом деле. Потому что знаю, сколько времени нужно потратить. Знаю, что у меня некоторые мысли, которые касаются работы, семьи или других, они так или иначе вытеснятся информацией по Старкрафту. Надо будет думать на сон грядущей, как лучше на той или иной карте. В общем, я не хочу. Я хочу просто сейчас поиграть, сильно не послевать. Очки отдыха может потратить. Ну, некоторые темы отработать. Расскажи про рейтинговую систему Старкрафт 2. Просто не играл, совсем не понимаю, что происходит. ГМ это самая высокая лига и много там людей. А вот я не знаю. Ну, во-первых, грандмастер это самая высокая лига. Да, там, насколько я знаю, 200 человек было. Может быть, сейчас что-то поменялось. 200 человек в этом регионе. Соответственно, у нас европейские, СНГ и российские регионы — это единая тема. Я могу тебя послевать, говорит Смайл. Ты мне можешь послевать даже не специально, ффашечки. Да кто тебя туда пустит? Ну, бас. Первый противник — это Калбэйм играет за зерга. Поехали. Так, фпс, мне с ним комфортнее. Карта очень большая. Очень некомфортно здесь играть за тосов, потому что если зерг грамотно разводит, тут огромные пространства свободные. То есть проходы на базу, на эксп. Все это нужно контролировать. На базу вход еще через камни есть. Посмотрите, как далеко находится третья база, насколько она открыта. Можно, конечно, здесь поставить, но разницы такой прям серьезной нет. С другой стороны, эту тему наверняка можно использовать и против зергов. Ну, то есть если какие-нибудь прокси, призма, дарки. Что-то такое, что не подразумевает перемещение основных армий ТОСа, потому что все-таки мобильность — это не конек ТОСов. Зерги в этом плане, по крайней мере, ну они круче точно. Так, ну я уже начинаю втыкать. Делаю неправильный газ. Поздний газ. План на предстоящую игру какой? Карта, кстати, не такая большая. Можно попробовать сыграть более-менее агрессивно. Но, думаю, что никакого фатального урона я противнику не нанесу. Поэтому, скорее всего, это просто будет под пуш с одного гейта и выход... Ой... Ну, как обычно я тут втыкаю со строительством. Тут не нашел его. Он мне нашел первым. Блин. А я вот не знаю, что у него. Вдруг там быстрые псы какие-нибудь. У меня пилон неправильно стоит. Пилон и было ко мне ставить. Ладно. Гулять-то гулять. Захожу. Ставлю здесь Нексус. А у него нет хаты. Капец. Зилка заказываю быстрым. Под бустом. Давай-ка по-быстрому. А вот собаки уже бегут. А вот и собаки. Так, отменяю раз. Ставлю два. Делаю второй гейт. Три. Три. Я отыгранный, кажется. Ставлю гейты дополнительные. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Кору надо было делать. Ой, я не... Ой, и муф еще собакам. Капец. На самом деле он не совсем прав. Отменяю гейт. Вижу собак. В точку сбора сюда. Депты. Третья. Вторая. Первая. Рабочий. Точка сбора рабов. Он может продолжить. Я бы на его месте, конечно же, продолжил бы. Такой подпушек. Так, и он отступает, судя по всему. То есть, давай-ка отменим рабочего. Нет. Не отступает. Не отступает. Отступает. Надо выходить на эксп. Потому что у него явный эксп. Он пытался подъезд. А давай-ка пройдем к нему. Я хочу, по крайней мере, подрезать ему... Третью гипотетическую базу. Мы ждем. Здесь надо пилон поставить. Вот она, нычка есть. Третьей базы у него нет. Я сюда иду. Ой, там уже роучий, капец. Назад. Жесть какая. Так, давай Старгейт. Давай пилон. Давай еще один пилон. Да он будет давить меня, я уверен. Мне нужен второй газ. Сто процентов. Сейчас он будет догонять еще меня. Недоконтроливаем. Тут парочку сталкеров надо. Потому что я не доживу, скорее всего. Ну и встречаем роучи. А, они могут здесь пройти. Капец, забыл. Они могли здесь уже грызть. Проходим. Не, они идут. Давай сделаем феникс, попробуем. Да, что-то я вообще не это самое... Не алло. Не успеваю ни черта. Ну, раскачиваем нычку. Он увидел строящийся Старгейт. Он понимает, что происходит. Я должен понять, третье это или не третье. Давай, 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 давай. Так, форжу построить. Полетел на разведку на третью. Роботик сможет иметь смысл заказать уже сейчас. Может быть, он роучи просто подстроил, боясь, что я его додавлю. Но это странная, конечно, штука. Он слизью неплохо распространится. Третью базу, как видите, ставит. Я хочу оверлордов поубивать. Заказываем грейд на атаку. Делаем сумречный совет для адептов. Соответственно, убиваем у него овера раз. Здесь ничего, но лучше, наверное, гейт поставить один, чтобы хотя бы какая-то защита была. Проверяем оверлордов своих. Блин, вот это я... Жесть какая. Да, неправильно, недоконтролил нифига. Так, надо роботикс добавлять. Надо фениксами какой-то более серьезный урон причинить. Сейчас я выйду. Сделаю, наверное, какой-то типа псевдовыход. Чтобы... Так, и надо сделать точку сбора сюда. А здесь надо на а буст кинуть. Подрежу одного рабочего, по крайней мере. И сам буду выползать на третью базу. Оп, еще один рабочий. На третью надо выползать. Ну, потому что уже две базы раскачаны. Понятно, что... Ой, гидра! Так. Адепты делаются. Грейт на адептов делается. Открываем здесь гейты. Так, а тут у нас... Съедена была пробочка. Надо еще добавить несколько гейтов. Раз, два. Выйти все-таки сюда. Я не понял, что это такое. Что это такое? Что это такое? Что за точка сбора? Ну, я мажу просто, пацаны. Просто мажу. Давай-ка еще адептов. Давай-ка здесь иммортала. И апса. Попробовать. О, вот он идет. Кору сюда. Ой, как его много, капец. Так, сюда корочку. Да, я съел. Он меня. Не пронумеровал я этот еще гейты. Ну, слишком много ошибок, пацаны. Съедай, это мне базу. Я дал еще имморталам. Кору отдал. Но у него третья база. Да, гг. Очень много косяков. Во-первых, в самом начале сильно. Раз это самое. Ну, я рискнул. Этот Nexus чертов поставил. Нашел его не сразу. И как следствие... Блин, плохо. Ладно. Ну, не успеваю, не успеваю. Надо сейчас собраться. Разыграться. Особенно против Зерга, когда там надо динамично все реагировать. Еще на XP они не самым удачным образом застроился. Ладно, играем против Тоса. Карта большая. Здесь в лейт хорошо. Вот можно разыграться. Не хватает ни инералов. Да, только выход сверху. Разведку все-таки сделаю пораньше, чтобы увидеть, по крайней мере, там ранний Nexus или какую-то агрессию с двух гейтов. Это даст возможность как-то подстроиться. О, спасибо Хакси за то, что он там... Видео от Message of the Day. My PayPal Penguin. Как-то так. Газ пошел опять. С меньшей задержкой, чем в прошлой игре. Но пошел. Ищем нашего друга. Не находим здесь. Идем вниз. Один гейт я пока не буду больше делать. Ориентировочно просто плавно выхожу в... Вэксп. Причем через ГАЗ. Для того, чтобы Кора пораньше. Для того, чтобы Т2-шные темы тоже были пораньше. Это и защита, и технологии. И, в общем, все-все-все-все-все. На рампе легкая такая застройка, чтобы можно было, если что, закрыться от адептов. Еще один пилон надо будет в минеральной линии добавить. Проверяем здесь. Да, он здесь. Что, 2 гейта. Ну, базы у него, соответственно, как вы понимаете, нет. Учитывая то, что это противоположные респы, я буду выходить, соответственно, в экспанд. Чуть подальше выйду рабочего. Да, сейчас будем с одного гейта выходить в эксп. Он видит, что я ошибаюсь рядом с экспандом. Ставлю эксп, делаю грейт на гейты. Делаю, соответственно, пока буст сюда, сделаю Кору. Не хватает минерала. Ну, и, судя по всему, надо сталкерами отбиваться. То есть, надо сейчас сделать сталкера, добавить второй гейт. Сталкер пошел. Дай-ка тебя пробусть им лучше. Надо к нему взглянуть. Ну, и здесь поставить пилончик. Так, давайте я лучше... Так, пилон так, чтобы прикрывать минеральную эту. Надо мне пойти к нему после того, как я... Так, давай как будто станем. Грейт на гейты. Хочу проверить эксп, не эксп для начала. Ну, что он мог добавить-то? Гейтов, а не выходить в эксп... Экспонент, ну, это агрессия какая-то. Третий гейт, что ли? Да, три сталкера. Окей, роботикс, не роботикс, нет, наверное... Нет, давай-ка роботикс лучше. Думаю, успеем на оверчарже как-то отковыряемся. Бусты пока закину в... В гейты. Потому что явно нужно держаться. Даже рабочих, наверное, заказывать пока не буду. А лучше сталкеров делать нон-стоп с двух гейтов. Ну что, с богом. Одного рабочего доделаю. Сюда точка сбора иммортала, следующего еще сталкера набустим. И будем держаться. С уверчаржем. О, разработка завершена. Иммортал пошел. Иммортал 100% под этим самым... Под бустом. Открываемся. Уже можно, наверное, рабочих заказывать. Так, сталкеры ок. Сейчас он не будет хватать. Но он будет ломиться, что ему делать еще? Либо он догоняющий эксп ставит, но он тогда в минусе. Делаю апса. Вот здесь. А вот и иммортал. Ну, дожили. А вот и он. А он тоже с имморталом. Так, а ну-ка, давай-ка еще и имморталом. Я здесь среди теней. Не, лучше сталкер уже. Я здесь. Так, не расслабляемся, потому что сейчас надо будет просто держаться. Так, давай-ка с рабочими пойдем. Так, зелки. Для танкования нужны. Он контролит. Да, продавит, пожалуй, у меня он. Уже видно, что продавит. Строение в энергетическом поле. Я здесь. Среди теней. Я здесь. Среди теней. Да, не успеваю. Ну, расслабился рано, на самом деле. Надо было третий гейт добавлять. ГГ. Ну, сейчас мы увидим просто по графику, убедимся в том, что у него базы не было. Опс, лишний, скорее всего, был. Но я боялся, пока не увидел иммортала, что там может быть какой-то чиз. Смотрите, скорость добычи ресурсов. У него была неизменная. То есть, вот мы поставили базу, начали получать профит. Но мне не удалось. Перестроил я немножко рабов. Перестроил. Надо было вместо этого просто продолжать добавить третий гейт и продолжать строить мясо. В этом ошибка. Что стоимость армии, видите, я так и не догнал его по боевым. Те рабочие, в которые я вложил деньги, они не окупились в результате. Так. Приветствую, Михаил. Подскажи, почему вдруг записи моих экстремов перестали появляться в разделе «Самый свежий»? Не знаю. Пара сентрибы. А против кого? Он же, да? То есть, там такая рампа, что сентри особо не помогают. Филды. А если говорить о щите, то и к сталкерам, и к имморталам это не так хорошо помогает, как против мариков и мародеров. У меня был перебор по газу, это да. Это можно было, конечно, как-то использовать. Но сталкеры казались более... Три-четыре пилона и кидай фотон. Угу. Угу. Лучше было перестраховаться и в плане третьего гейта. То есть, не строить рабов, а строить уже армию. Подозреваю просто, что он улынет. Потому что он и трется, и мы видели, что у него экспанда нет. И, в общем, сигналы были, как раз указывали на то, что он... Что он улынет. С одной базой. Зерезелотов не строишь. Да, зерезелоты действительно принимают достаточно хорошее количество урона без бонуса и от имморталов, и от сталкеров. Для этого, опять же, нужен был второй... Ой, третий гейт. Ух ты, опять он переходит на разведку. Причем он угадывает, он слева наверху, судя по всему. Ну, потому что, как бы, другим-то это не объяснить. Здесь базу попроще, на самом деле, защищать, если бы не камни. То есть, здесь, по крайней мере, есть рампа. Но я не хочу ставить базу до того, как увидел... Да ладно, я поставлю базу. Какие проблемы. Справим заодно ошибки прошлой игры. Да, хорошим... Хорошая проверка, так скажем. Видим мы у него пока один гейт, второго почему-то нет. Ну, похоже, что он тоже нычку делает. Я только завтыкал слегонца. Не проверил базу, как только заходил. Да, тут ранняя база, в общем. Ну что, давай старгейт тогда. Я его вряд ли пропушу. Адепты, не адепты? Да, давай адептам. Они, по крайней мере, позволят какую-то агрессию вначале сделать. Не ультимативные, но зато там, типа, напрячь. У него на этот раз экономика лучше, в отличие от моей. Но не настолько... Не настолько это критично, фатально, как у него в прошлой игре, по сравнению со мной. Я попробую просто перевести игру в такой макро с легким поджимом его. Оракулу может запилить. Не, наверное, не стоит. Так, переводим парочку рабов сюда. Старгейт готов. А у меня два адепта уже. Е-мое. Блин, он грамотный. Он убивает мне пробку. Ну, отбиваемся, в общем-то. Он не уводит последнего адепта. Делать или не делать сейчас? Блин, у меня с биндами беда. То есть, они реально по механике сейчас не... Ну, туплю, в общем, я по механике. Так, что я хочу против Тоса? Во-первых, сразу базу давай поставим. Следующую. Да-да-да-да, потому что сейчас пассив мод уйдет. Ставим базу, начинаем потихонечку харасить. Ага. Оверчардж. Легкий такой развод. Ну, у него опс, у него сталкеры с блинком. Мне против этого... Что против этого там лучше сделать? Либо зилки со скоростью, либо иммортал с этим... Вообще, лучше роботикс поставить имморталов. Это надежнее будет просто потому, что... Так, подрезаю рабочих на газе. Пользователь Ванадиум активировал премиум на ваш канал. Господи, он все еще разговаривает. Так, ну, третья база, как вы видите, здесь есть. Проверяем, есть ли у него разведка или нет. Так, давай-ка откроемся для начала. Здесь одну газилку поставим, по крайней мере. Давай-ка с М3О одну. Где второй гейтат? Не открывается он. Я промахнулся просто. Смотрим, третья не третья. Смотрим, когда он будет... Подрезаем снова товарища на газе. Переводим рабочих сюда. Добавляем гейты. Раз, два. Добываем, добываем. Здесь, соответственно, апса и иммортала сразу же. Желательно под бустом, кстати. Попробую залететь на мейн из того расчета... А, вот он здесь. Он же с призмы идет. Окей, я понял тебя. Так, передислоцируемся поближе. Он, скорее всего, будет проходить здесь. Мне нужен, опс. Мне нужны еще гейты. Потому что это улынчик. Вон он подходит. Еще феник. Да все надо сейчас делать. Просто все в большом количестве. И еще и иммортала надо заказать. Ух ты. Давай-давай-давай-давай, отсюда. Вроде отбиваемся. Ну, конечно, пилонов-то не хватает. Нет, я отбиваю здесь. На язычах вроде как даже. Ну и третья база есть. Этих двух еще надо подловить. Он еще одного сталкера на муви отдает. Г-г-г-г-г. Так, окей. Ну, ведь фениксы, они не только юнит хараса, но и подобного рода пуш позволяют отбивать. Нейтрализуют имморталов. Я уже много раз об этом говорил. Это топ-алмазы, видите, мне начинают давать таких. Ну, я, в принципе, на этом же уровне и есть. Good game. Привет, неонавт. Хорошего вечера. Играем против террано. Палочки, сумречные башни, дуэльная карта, маленькая карта, карманы эксп. Ранее разведка мне нужна, проверка экспанда. Пользователь проф активировал премию на ваш канал. Проф активировал премию. Спасибо тебе. На премию, да, Full HD, ультраграфика StarCraft, 60 FPS, в общем, отсутствие рекламы, анимированные смайлики в чате, статус, поддержка стримера на три четверти, на четверть поддержка сайта. Это, в общем, такая услуга классная, что просто... О, Локи, тебе тоже отдельный привет. Так, с терном. Начало самое хорошее против терном. Но продолжение... Не очень. То есть я теряюсь в неком мидгейме, так скажем. Проверяем товарища, видим, он строит барак. Делаю вид, типа что ухожу. Пил он лучше заранее. Три, четыре, пять. Давай раз, два, три, четыре. Попилили, ушли. А, он решил не запиливаться. Вот такой вот он, оказывается. Один газ я не хочу больше, чтобы быстрее сделать, соответственно... Чтобы быстрее сделать экспанд. Я не проверил у него опачки. Не проверил у него эксп. Тайминги его. А вот и он. Криво поставлен, кстати. Там Марик скоро выходить будет. Вот это печально. Я выйду сам поставлю базу, если там инженер, конечно, не запилил. Мог это сделать. И должен был, на самом деле. Но не сделал. Окей. Дальше. Кора у нас идет. И адепт. Кора под бустом идет сюда. Адепт пока без буста идет сюда. Раз, два, три, четыре. Так, так. Перекидываем буст сюда. Ты сюда, ты сюда. Сразу так. И так. Нумеруем. Здесь слава Далай-Ламе. Чуть-чуть позже я... Так, можно уже второй газ ставить. Все, пора, наверное. Ой, а тут бункер уже сразу же. Нифига себе он. А давай, пофиг. Да мало у него, Марик. Да блин. Так, во-первых, надо сюда точку сбора сделать. Пилон поставить. Здесь поставить вот так вот. Окей. Ай, не успел. Сразу пилончики. Так, и надо не отвлекаться. Надо дальше действовать. Надо делать Старгейт, надо делать Гейт, надо делать Грейт такой. Надо самому здесь тоже атаковать. Ой, там танк уже. Видите, мы его поджали. У нас нычка работает, у него не работает. Надо только сейчас навести порядок в делах. Так скажем, да? Отступить. Здесь поставить, наверное, еще один пилон. Ой, ёппер, СТ. Да, не доконтролил я здесь. Но он убьет два пилона. Я потихонечку выхожу опять же в Фениксов. Наверное, сразу же выйду на третью. Потому что здесь база очень хорошая, уже практически полностью раскачана. А ресурсы на руках есть. Плюс я еще к тому же знаю, что он в ближайшее время вряд ли со своей базой выйдет. Так, и надо сделать Грейт на эти. Видите, он сидит сейчас за Сиджем. Он там защищается. Сделаю робот? Нет. Да, роботик сделаю все-таки. Что еще? Ой, второй Старгейт. Прикольно. Это ты почему так решил сделать? Михаил, зачем тебе второй Старгейт? Вот такие вот пироги с котятами. Давай точку сбора сразу сюда. Пилон рядом с Нексусом. Да, это капец. Сумречный совет еще для Грейта на этих... На адептов, чтобы успеть. Так, это третье, это первое. Открываем Гейты. Полетим Фениксами. Дозаказываю рабочих. Форжу надо еще не забыть сделать. Еще один. Здесь главное Апса запилить. Двух. Здесь надо газ поставить второй. И давай пока не забыл форжу сделаем. Попробуем подхарасить его на меню. Одновременно с этим заказываем рабочих. Ох ты, вот это плохо. Там уже... Ё-моё. Это очень плохо. Я не успеваю. Поднимаю танки. Оверчардж делаю. Может, до кого дострельнет. Лол, говорит он. This is literally broken. Да. Ну а что? Пришел. Посмотрите, как человек расстроился. Он реально расстроился. Протос идет. С одного гейта напрягает его. Сам при этом ставит базу. Одну. Потом, когда тут отбивается, Прото ставит еще одну базу. Терен думает, в это фе надо выйти и наказать. Приходит и отдается. Все отлично. И я еще тут масса где накосячил. То есть, надо было еще плюс два гейта сделать. Надо было там поаккуратнее фениксами поконтролить. Увидеть пораньше его выход. Но реально, как бы, это халява. Просто халява. Что думаешь по поводу адептов? Ну, мариков они разуплотняют. Вообще отлично. Вы тут видели. То есть, поднимаешь... Просто поднимаешь танков. Остаются чистые марики, которые чисто с двух выстрелов адептов уходят. Ну, плюс еще там кора подстреливает. Что приятно. Так, у нас Терен. Карта большая. Будем макриться. Но здесь тоже можно подпушить. То есть, долго, конечно, бежать, но подпушить можно. Тем более, тут довольно много свободного места на экспанде, где можно там пилоны поставить, зайти на рампу на эту. Поехали на разведку. Так, давай-ка минералы вернем и газ сразу поставим. Ну, у меня-то есть определенный опыт в поиске вещей, которые работают. То есть, даже если у тебя с контролем проблемы, там еще с чем-то, можно это компенсировать обузом каких-то фишек. Привет, там, фотонки. И, например, да? Так, у него газ какой-то быстрый. Не похоже на какой-то ранний эксп вообще там. Попробую ввести его в другую сторону. Он вроде не угадал с разведкой. Пошла кибернетка. Мне вот интересно, что он делать-то будет, кроме рипера. Кажется, опенинг просто в эксп через рипера. Если это так, то можно попытаться помешать ему поставить базу сейчас. А можно просто забить. Поставить нычку. Спалить его. Так, нет, стоп, пилон. Ё-моё. Завтык такой дикий. Капец. Делаю грейд на гейты. Делаю, наверное, второй гейт, учитывая то, как завтыкал. Правда, что и так ресурсов хватит мне на кору. Надо было буст перекинуть на это время. Проверяем, нычка не нычком. Не нычка! Опа! Это попа. А что у тебя? Марики? Не-не-не-не-не-не-нет, ребят. Это что-то... Что-то неправильное. Давай-ка газ. Давай-ка сюда, точку сбора. Мы его, конечно, попробуем поджать, но мне кажется, это... Какая-то баньши или еще что-то в этом роде. Давай на оп. Ой, я уже здесь близко, кстати. Еще одного адепта. Ты третьим. Ты снова летишь. Точку сбора меняем. Сейчас надо... А, мина, понял. Ну, тогда все становится точно понятным. Это дроп минки. Сразу делаем... Блин, надо апса и сталкеров. Причем сталкеров быстро и сразу сюда. Ну, я постреливаю, конечно. Не, вообще лучше этих тоже всех вернуть сюда. Форжа бы еще нужна, но это уже второй вопрос. Давай-ка, буст на сталкеров. Все бусты на сталкеров. Здесь просто держим. Мина полетела уже. Капец. Так, давай-ка сюда. Не успею я сделать. А, пса. Черт возьми. Ладно, надо принимать его. Ой, либератор. Так, давай-ка рекол. А можно оверчардж? Так, давай-ка переведемся до рабочих. Так, давай-ка оверчардж сделаем. Сейчас откроем гейты. Сделаем еще пару гейтов. Здесь пилон. Два сталкера под варп. Ну, это понятно, да. С этим-то как раз все понятно. Давай-ка оверчардж достанем. Не, не достанем. Какой же он жесткий, а. Три сталкера минус. Я хренею, дорогая редакция. Да я неправильно напал. Очень криво напал. А он сейчас придет ко мне. Так, давай-ка адепт-адепт. Старгейт успеем? Вряд ли. Но пробовать надо. Где же дроп мины-то? Вообще надо было сделать иммортал. А вот и он. А вот и минка. Делаю иммортал, открываюсь. Танчик здесь. Да надо нападать, пацаны. Ну, рабочие все подохли. Но, по крайней мере, мы отбились. Отбились мы. Так, здесь хотя бы одного этого. А вот вообще сейчас можно попробовать к нему его выбить. Блин. Как ты его выбишь-то? Поехали. Вроде все. Ну, на мой взгляд, минка была бы опаснее. То есть вот та минка, которую он мог дропнуть, она могла принести больше проблем, чем либератор. Хотя и он меня тоже, три сталкера и майнинг тайм сократил. Изи, говорит Растеман. Ну, не совсем изи. Ну, вообще да, это такие игры односложные. То есть, когда у противника фактически не остается вариантов, то есть остается ограниченное количество действий, которое легко, сравнительно легко прогнозируется. В таком случае тебе достаточно просто понять, что он выбрал, и законтрить. То есть такие одно-двухшаговые. Потому что понятно, что когда у человека, когда человек видит эксп, когда он понимает, что у него базы нет, у него выбора-то особо нет. То есть это либо выход, либо какой-то опасный дроп. Ну, или там либератор, мины, или передроп. В общем, что-то такое. А что теперь он вышел, говорит, обиделся. Ну, там одна база, реально. Какие у него перспективы? Он, правда, не совсем адекватно оценил количество потерь с моей стороны. Если бы он узнал, что я потерял там 15 рабов, он, возможно, еще посопротивлялся. Но решил не продолжать игру. Это его право. Не нам его осуждать. Ну, вот повторюсь, стерна мне проще всего в начале, потому что реально как-то прям характерно эту тему, этот поджим с одного гейта законтрить. Я не знаю, как просто сам. Как это сделать. Нужно построить больше пилонов. Ну, и те люди, с которыми встречался, играл, они... Ну, я чаще косячил сам, если провалился по тем или иным причинам пуш. Так, смотрим на... Нет, вообще надо сразу на хату было, блин, карманную идти. Вот я, Валерий. При всем уважении к Валериям. Проверим, есть ли тут вообще спрятанный дрон. Чуть-чуть подожду. Что мне, в общем-то, все равно, даже если у него фастфул. А вот, пожалуйста, на тебе. Вот ради этого я ставлю пилон, чтобы он поставил базу вот здесь. Что если он ставит базу здесь, я, соответственно, могу... Ах, Госсу. Ага, понятно. Вот. Мой пуш значительно проще проходит, если вот бежать ближе. В общем, вот так. Так, второй газ будем делать. Будем делать второй газ. Не хватает ни минералов. Бустный зелкан, да было сделать, конечно же. И... Может даже второго зелка запилить, учитывая то, что я поздновато. Так, пусть будет двое тут. Так, здесь скорая, естественно. Под бустом, естественно. Здесь сразу пилоны пошли. И адепт. Адепт, 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 адепт. Давай, 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 давай. Строимся. Он заказывает сейчас собак. Я несколько рановатым. К сожалению, к своему стыду. Начал строить. Да, я не прав. Ну и надо, конечно, было брать с собой еще... Блин! Ну я промахиваюсь просто. Просто промахиваюсь. Да рановато я построил просто. Вот и все. Рановато спалился. Сейчас можно сюда зайти. Пилон нужно поставить. Блин, ну что ж ты делаешь-то? Ну, Михаил. И здесь не поставить. Ну, я не контролю просто, пацаны. Вы уж простите меня. Я просто не контролю. Я промахиваюсь по всему. Почему только можно промахнуться, я промахиваюсь. Это очень плохо. Блин, и пухоткейм. Сейчас нужно... Я не знаю, что делать. Он ставит третью базу. Я только-только ставлю эксп. Наверное, попробуем похалявиться. То есть, отобьемся от мовленных псов, которыми он будет агрессивничать. Поставлю старгейт. Начну раскачивать эту базу. Ох ты, отбился от мовленных псов, да? Кто-то не отбился. Нужно построить больше пилона. Ну, я неправильно построился тут просто, и все. Гога. А почему? А потому что не в стенке стоял. Ну, и в принципе, кору не вернул вовремя, и все. И съели меня собаками. Промахнулся, не отменил пилон. Не доконтролил двух адептов. Не доконтролил зелка. Очень рано поставил пилон. Спалился. То есть, он должен был заказать рабочих. А по факту, заказал собак. И это, конечно, плохо. Может, релом надо было? Да-да, надо было реколом уходить просто и все. Рекол бы тоже с эверчажем помог. Я еще рампу не это самое не застраиваю нормально. В который раз уже такая тема. Так, у нас протос. Протос, протос, протос. Эксп тут защищать легко. Он и близко, и рампа не очень широкая на нем, на этом экспанде. Поэтому, главное, наверное, защититься от адептов и как можно раньше выйти в экспан. Естественно, нам нужен газ. Тоже пораньше, для того, чтобы его эксп по возможности подпушить. Тоже вполне такая себе хорошая опция. Но выходит на разведку чуть позднее. А давай второй газ так сделаем. Вижу гейт, вижу газ у него. Второй газ ставит. Ставит, окей. Мне кажется, он все равно ставит базу. Давай пилоном и запилим. Так, два плюс два делаю по газу. Мне больше вроде не нужно. Ага, он тоже выходит на базу. Давайте проверим. Окей. Нет, так нет. Попробуй сыграть батонов, их же апнули. Я даже не знаю, что случилось с батонами. Кстати, действительно, давайте посмотрим. Тут же есть... Как он называется-то, господи? Хелп какой-то, да, ведь? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Обучение. Ой, нет, 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 не то. Ну, скорее всего, да, он почему-то... У него, видимо, билд был в экспант. И он после пилона подумал, что как бы... К черту все, я левая. Сейчас зайдем, посмотрим реально. Если он поджим с одной базы будет делать, этот кейтс будет мешать защитаться на рампе. Да, будет, если только он... Ему нечем подсвечивать будет, только кроме мазершипа. Одного марика дали, спасибо большое. Бывает. В мастер-лиге самое время пройти обучение. Нет, справка. Вот, справка. И? Это оно? Мне казалось, что внутри есть какая-то система. В настройках, говорят. А, да. В настройках... Игра может... Игротека наверху. Игротека, это оно? Снайперок, это оно? Это вроде кастомки простые. На карте сражения справка. Нет, я ошибся. А что ж ты капсом-то пишешь? Если ошибаешься. Ясно. Не узнаю я, в общем, что там у батонов, но... Ну, ладно. Как им без батонов тогда? Пиши в поиске хоккей. Понятно. Ладно, едем дальше. Очки отдыха как-то очень быстро расходуются. Блин. Жалко даже как-то. Лучше не проигрывать, наверное. Играем против еще одного протаса. Карты на 4 респа. Ну, стерны мы играли последний раз на этой карте. Протасы. Одни протасы. Что делать? Вот с протасами я... Ну, мне привычно, конечно, открываться с фениксами. Прям реально напоминает и прошлые дончики. Ну, в смысле, прошлые части. Привычно так. Они свою функцию продолжают выполнять. Но что делать дальше? То есть, там, шары, воздух, там, взялки, адепты, сталкеры, имморталы, архоны, кто, что, непонятно. Я для себя еще не разобрался. Ну, вроде, на горьком опыте понял, что колоссы шарам что-то сливают. Ну, это было на примере только одной игры. Вполне возможно, что у колоссов есть другая функция. Но... Я пока не понял. Но... Я пока не понял. Сейчас, кибернетку возьмем, поставим. Хочу найти для начала противника. А мы же будем разбираться. Газ 2 плюс 2, скорее всего. Ёшки-матрешки. Ой, ставить ли в слепую базу? Доставь, не волнуйся. Это большая карта. Он, скорее всего, уже сам поставил раньше тебя. Ставь, 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 ставь. Отлично, молодец. Не хватает минералов. Только кору сначала. Не хватает минералов. Пилонов? Больше? Не. Окей. Не хватает минералов. Пилон не там, где нужен. Ой, какой кривой у меня сейчас билд, вообще. Да, база подостраивается у него. Твою налево. Ну, как бы, вот. Если б я не завтыкал с пилоном, можно было его и подпушить. А так, хрена сдувая, извините за мой французский. Вряд ли удастся. Ну, хотя я попробую. Так, чисто побесить. Не факт, что он среагирует адекватно, правильно? Один пилончик здесь. Ты беги. А, вот так вот. Окей. Ой, не-не-не-не-не-не-не, David Blaine, ты что? Можно? Да твою налево, ну что ж ты... Никак отбиться ты не можешь. Да ёшки, матрёшка, какой турнир. Всё, побежали сюда. База атакована. Ну, ясно. Ребята, ну давайте всё-таки... Всё-таки сюда как-нибудь пройдём, а... Да, бред какой-то просто. Можно было сто раз его уже убить. Видите, он ошибся в плане пилона, в первую очередь. Ой! Всё, держимся здесь. Ещё один оверчардж, по крайней мере. Да, конечно. Ой, Оракул! Ой, я не прав! Капец. Вставляю корум, возвращаю рабочего. Он убивал миллион рабочих. BlizzardPro поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Привет, Мишутка. 100 рублей на мороженку тебе. Там с имморталами уже, блин, давят. Спасибо тебе за саппорт, конечно. Как всегда, не вовремя. Так, собираемся, пацаны. Буст сюда. Пару сентрей, потому что газа много, толку мало. Одного сталкера здесь оставлю, наверное. Чтобы он хоть как-то отгонял этого упыря. Здесь не хватает газа на второго Феникса. Уже! Буст на гейт надо один. А, ооо, я Мазеркор потерял. Слоупок. О, хорошо. Ну, тогда нормально все. Ну, то есть плохо, что потерял. Но, по крайней мере, я немножко впереди. Надо пробустить. Вот так вот. Пойти похарасить. Ну, и вернуться в игру. Мне интересует рабочий. Мне интересует хара с Фениксами. Точка сбора на Фениксов. Количество рабочих мне тоже интересует его. Нет, только-только доделывается. Не-не-не-не-нет. Как я люблю, когда Феникс начинает. А, и он делает грелок. Так, а грелки у нас не убивают же Фениксов. Сделаю-ка я грейд, чтобы лучше пробивать армор. Грелки, имморталы. Сталкеры как-то не очень подходят под этот микс. Здесь хорошо все. Хотя, к сожалению, пока, кроме сталкеров, универсальнее, наверное, ничего не придумаешь. Выход на третью. Да роботик себе еще забыл. Что-то в теории, вряд ли там дарки. Там не будет вообще никаким макаром дарков. Хочу поподрезать чего-нибудь. С газа, например. А, и он еще третью базу ставит. Он начинает сам свой нексус бить. Это прикольно. Нервишки, нервишки. Так, давай-ка я попробую тогда его с третьей немножко пододвинуть. Кору, может, сделаешь. Ну, бас. О, понятно. Нифига себе у него экономика. Ну, есть что харасить с одной стороны, но... Ха! Спилон у меня фатальное. Хроническое. Можно сказать. Проблема. Так, давай-ка тогда вот так вот сделаем. Вообще, раз он любит грелки. Сделаем фейковый выход, учитывая то, что мы видим, что у него там... Нет, он не видит. Жалко. Я хотел бы показать ему... Заканчивается у меня мейн, к сожалению. Архоны. Ой, архоны... Архоны, это плохо. Очень плохо. Я не успеваю сюда прийти. И вроде как нужно имморталов поднимать, блин. А у меня они прилетели игрелки. Ну, короче, все плохо. Я тут вряд ли пробьюсь. Хотя есть имморталов поднять еще разок. Телепортация завершена. Нет, там... Хотя кто-то остался ведь. Я здесь, среди теней. Нет, не получается. Ну, видите, я вообще ничего не делаю. То есть у меня с контролем такая хроническая беда. Бинды не ставятся, ничего не делается. Ресурсов на руках много. В общем, плохо все. Во-первых, я очень поздно обнаружил ее третью базу. К стыду. К своему. Потому что фениксы должны находиться вообще рядом постоянно. И смотреть, следить за такими перемещениями. Вот что добавили батоном. Отлично. Сейчас посмотрим. А, запуск типа перехватчик, наверное. Он и третью базу поставил. Несмотря на убийство рабочих, они все равно неплохо там окупились. А, кстати, может быть и нет. Надо было графики посмотреть. Мне кажется, он просто перевел рабочих с своего мейна. И поэтому у него быстрее закончился мейн. И ему жизненно было необходимо. Ну, то есть, поэтому у него и много рабочих и было. Скорее всего, да. Что-то это сейчас у многих привычка оставляет 16 рабов. Но инком-то увеличивается с... До 24 рабочих. Не так, конечно, эффективно там растет инком. Но... До 20 вообще практически без штрафа. Так что, скорее всего, он вот этими вот... Ой, пул, газ. Ой, обожаю. Так, как лучше под эту подстроиться? Во-первых, прячем рабочего. Во-вторых... Второй гейт. Кривой. Ну, как обычно. Рабочий нон-стоп. Зилот, выход в адептов. Два газа все-таки. Ну, там будут мувленные псы, которые... Ой, он мне рабочий воспалил. Первый зилка, наверное, делать не стоит. У него не сверх ранний этот. Лучше кору сделать. Сейчас сделаю это сделаем. Под бустом, пожалуй. Рабочих 2 плюс 2. Я хотел бы проверить у него еще эксп. А где пилон? Михаил, где пилон? Косяк. Это косяк большой. Крупный такой. Он ставит базу позднее, чем обычный. Сейчас мув доделается у него. Ну, я делаю, соответственно, кору плюс адептов. Причем мне нужно... Да, кору под бустом тогда. Димите, с рабами. А где мув-то? Ё-моё. Я вот не понял этого момента. Уже газ добывал. Неужели это фаст-роуч какие-то? Поехали. Ну, я на третью хочу к нему. И пошуметь, и нычку поставить. Ну, давай, ну. Идем на третью. Ну, он мог поставить третью уже. Да, вот она. Давай, ждем. Здесь сразу надо строить пару пилончиков. Странный товарищ. Он сейчас может заходить ко мне. Ну, типа, оббегать. Очень странный товарищ. Я не буду отменять. Лучше схожу наверх. Он будет оббегать. Мне кажется, так. А, вот так вот. Дим. Надо было. Надо было, конечно, ставить. Ага. Не, базы у него нет, как и видишь. То есть надо делать рекол вообще. Сюда точку сбора. Убавляют гейты. Блин, капец. Открываем гейты. Делаем рабов. Ой, плохо. Да, он доест меня просто. И нычку мою доест. И меня доест. Мы ждем. Что, конечно же, не очень. Единственный плюс во всей этой хрени есть один. Один единственный. Он заключается в том, что он все это время не заказывал рабочих. То есть я рискну предположить, что у него не все так гладко в плане экономики даже на первой своей базе. Он хоть и строит вторую, но собаки-то бесследно не проходят. Правильно? Надеюсь, что она у него не докачана. Ставлю форжу, так, чтобы прикрыться. Заказываю рабочих. Да, он здесь. Что-то газа много, толку мало. Даю 2 СН3. Класс. Обожаю. Самый нужный момент. Он выходит сейчас на третью. Проверяет, что у меня ее нет. Сам заказывает рабочих. Это логично. А мне бы сейчас... Мне бы сейчас на третью тоже выйти. Не, вообще можно подвыход сделать. Хотя бы адептами. Да не, не адептами, а всеми подвыход сделать. Это все псы, которые у него есть. Ну, потому что он рабочих заказывает. Я хочу, чтобы он немножко напрягся. Ой, молодец, Миш. Ладно, зайдем на четвертую. Гипотетически он мог ее поставить. Четвертый нет. Окей, тогда возвращаемся назад. Делаем. Ну, и выходим сами на третью. Ну, сейчас он заказался уже. Сейчас смысла... Смысла нет его как-то продолжать атаку. Против зергов как раз... Неплохо подрешивают такие псевдовыходы. Когда он для того, чтобы... Вместо того, чтобы заказать там, например, рабочих на третью базу... Берет и... И заказывает армию какую-то. Конечно, это и боком может выйти, потому что... Вдруг сейчас эта армия в атаку пойдет, но... Так, я, по крайней мере, немножко остановил его... Так. Давай-ка пробустим грейд. Надо проверить. Пособирать оверлордов, например. Есть, да, заказать... Фатоночку. Оверл бы поискать. Ну вот, собаки побежали. Собаки побежали грызть. Ой, реведжеры. Ой, понял все. Давай-ка... Ну где пилоны-то, ёпыр СТ? Это я накосячил, конечно. Ну просто пропустил выход. Ну... Конечно же. Это те самые роучи, которых он подзаказал, собственно. Что? Что? Все мы... Телепортация завершена. Иран-экстра, скорее ее. Небеса зовут. Да. Да, плохо. Да он продает мне денег многоватым. Хотя еще не факт. Блин, вот бы сейчас накопить. Три, два, один. Поехали. Отбился. Это он зря сейчас уже продолжает атаку, конечно же. А может и нет. Ё-моё. Не, не зря нифига он продолжает атаку. Да. Да давит. Единственный мой плюс, типа, это... Отсутствие пилонов еще классно. Не, я не прав. Я не прав и в количестве гейтов, к сожалению. И в методе с обороны. И в переборе по фениксам, сумречный совет, мне это самое... Никак не оправдал себя. Гейтов мало. На две базы мало гейтов. Надо подвыход на третью достраивать продакшены, если есть риск, что тебя могут продавить. Либо грамотнее организовывать оборону. Ну, хотя... Можно было камни завалить, я выиграл бы несколько секунд еще. Горелки строят только слабые. Согласен. Поэтому я и не строю их. Три дырка отбился бы. Абсолютно в тай... Ты не в тайминге, товарищ. Атака пошла, когда у меня только-только достраивался сумречный совет. Дырки, помнишь, сколько стоит строиться? Даркшайн. Если мне память не изменяет, ровно сто секунд. Роучи были с мувом. Заметил? А мув где появляется? Правильно, на лейре. На лейре. Сколько детектор стоит? Сколько он строится? Так, зря я сейчас акцентирую внимание на прошлой игре. Либо это надо делать между играми, не искать следующую. Либо не делать вообще. Потому что, по моему опыту, это приводит к тому, что ты начинаешь заваливать начало следующей игры. Думая о предыдущей. Не хватает ни права. Слабо пользуешься корой, все время ее забываешь? Как она? Пустая по мане была всю прошлую игру. Она там одна отбивалась, как могла. Как это слабо пользуешься корой? Она и стреляла, и оверчарджила, и пилоны были. Что мне с ней еще сделать, чтобы... Чтобы все хорошо было. Чтоб ты не критиковал. Так, давай через два гейта, все-таки. Опачки, нихренаж себе, здрасте. Это что такое? Вы понимаете, насколько зерк сейчас нагло играет? Просто сразу трехатаем. Ну, я буду здесь его, наверное, принимать лучше. Второй газ. Нет, нет, зилка давай. Буст на зилка. Да какое пилонов? Да как? Так, отменю рабочего, сделаю лучше так. Да, жесть. Этого надо наказывать, пытаться, по крайней мере. Потому что если ты за три хаты человека не наказываешь, это... Поехали, вроде. Кора под бустом. Надо возвращаться, ставить пилоны здесь. Может быть рановато, но там уже слизь, понимаете? И лучше ставить сейчас. Побежали. Кхе-кхе-кхе. Нужно поставить больше пилонов. Не хватает ни инералов. Ни на грязь. Кхе-кхе. 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 он пошел на верхнюю базу здесь мувленые псы блин у меня энергии недостаточно были надо базу ставить было сто лет назад а он бежит уже ко мне так ладно поехали сюда раз поехали сюда два база даем ай твою налево ну чё ж я делаю то нас ждет славный бой ёпресс это так здесь отбился там отбился везде он отбился кора убил и побежал ко мне но я типа должен здесь пытаться отбиваться да казус 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 охренеть да жесть все горе три хаты ё-моё но я поздно второй барак респы противоположные возможно не стоило вообще пилонов много потерял может на третье надо было просто бежать чтоб надежнее надо выбирать хату которая достроиться позже на самом деле просто позже для того чтобы ты не выдавал свои намерения о застройке до того как зилот адепты кора будут на расстоянии не так далеко от пилона потому что то окно которое но ты показываешь пилон заказывает собак если эти собаки выходят до того как приходят сделать с первым адептом это уже попа про тост до верчарш там я разокинул с перебором еще пилоны были поставлены так что они не атаковали по хотя это уже было следствие того что я решил застроить ту хату которая не ну в общем который построилась раньше эта проблема вот спал спасибо хоть кто-то блин похвалил это как не гляжу не погляжу в чате к там одни специалисты эксперты так проверяем всем добрый вечер кстати еще разок кто пришел недавно блин про тос до протос 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 карта достаточно маленькая он слева наверху разведка мы с ним одинаково неудачно сделали не буду наверное не буду все таки добывать так интенсивно газ на мне кажется там нычка будет я сам бы не прочее поставить заходим смотрим нету экспанда хорошо выходит он на эксп ставлю ставлю заказываю great на гейты заказываю кору заказываю сталкеры все таки ой он и здесь собирался поставить на тебе тогда все без проблем надо проверить что он мутит ой он же может мог пилоны здесь делать надо быстрее пилон самому поставить да да будет ставить пилон понятненько два гейта ёпрс это чушь и вторые ты не поставил так давай-ка вот так вот вот он пилончик его ставлю сам ой адепты да ладно он здесь ой 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 чё ж я не увидел как они проходят то это фейл я пропустил двух адептов просто огромный удар огромный капец сколько там он работа убил такой он потерял насколько я понимаю надо кинуть бусты в рабов я потерял блин 9 рабов 9 карл ага он рекол сделал маке что дальше то будет у него адепты далее адепты он на перехват идет я здесь открываюсь лучше здесь надо рекол сделать в общем здесь поставить сталкеров нет ну блин твою твою вот вы я просто просто вот в чистом поле вот в чистом поле делаю чушь в чистейшем поле то есть я знаю что будет я готовлюсь и делаю мискли это очень плохо мне кажется надо роботик ставить пока я не вляпался каких-нибудь дарков что черт его знает что а а у понял у него снизу базу давай-ка парочку адептов сюда и сразу сюда ой нет ну и чё у нас тут у нас тут раскачанная база а а а а а а а а Хватает минералов. Я здесь. Жизнь за мной. Что ты предложишь? Требуется больше Виспена. Давай, Мортал, ждем. Ой, плохо. Требуется больше Виспена. Требуется больше Виспена. Ой, блин, кожа. Ну все, я попал. Короче, смысл в том, что он поставил эту базу также в самом начале. Она ему приносила отлично денег. Адептами он мне... Ну сейчас посмотрим по графикам доходов. Я думаю, что я просто сливал по... Серьезно сливал по ресурсам. Да. Вот, понимаете? Вот это вот все провалы. Это минус рабочие. и перекатание рабов. Вот это вот первое катание, вот это второе катание. Чтобы отбиваться от адептов, нужно, во-первых, чтобы пилоны были в правильных местах на оверчардж, это раз. Второе, чтобы была более-менее нормально застроена рампа, чтобы ты мог туда поставить одного-двух юнитов, и они не прошли. Все. 4-7 сегодня играем. Чушь. Старсидс, ты не понимаешь, видимо, каким образом происходит переход по лигам и с кем тебе дают играть. Разницы нет, что тебе дали новую лигу, ты играешь с тем же самым уровнем, фактически, что и раньше. Плюс небольшой минус. Ну так. То есть, находясь в алмазе, тебе дают мастеров, могут дать грандмастеры, могут дать лигу ниже. Все зависит от твоего рейтинга. А менять стратегию это такой идиотизм. Извини, конечно, за прямоту. То есть, если ты, по твоей логике, ты, блин, ко мне пришли адепты, значит, надо менять стратегию. То есть, надо, например, делать какой-нибудь там роботик, старгейт или пять гейтов. То есть, не надо поставить правильно юнитов в проход или там пилоны правильные. А надо понимать стратегию. Раз, лучше сразу поменяй. Все будет нормально. Логика работает. Надо адекватно смотреть на причины поражения. В последней игре никакой вообще, по сути, стратегии, разницы, кроме того, что в конце появился блин, как у меня вышел иммортал. Не было. Ну, не было. Одни и те же юниты. Кстати, да, адепты же вроде проходят сквозь. Это многое меняет. Эксклонный гуд гейм, товарищ. И карта большая. Надо посмотрим. Учитывая то, что карта большая, скорее всего, придется поставить крест на какой-то ранней агрессии. Максимум, какой-то легкий поджим. Чтобы бежать далеко. И, соответственно, отбиться получается проще. Ну, разведку я сделаю. Пораньше. Нужно построить больше пилонов. Не хватает минералов. Я показался ли овер снизу? Не, он не успел бы еще никак прилететь. Так, 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 так. Зерк, да? Зерк. Один гейт, два гейта. Давай один. Ну, я не пропушу его просто. Мне разница между один и два, в общем-то, невелика. Сейчас кибернетка, потом эксп. И посмотрим, что дальше. Оверлорд здесь. Похоже, что это наш клиент. Проверяем хату сразу же. Хата есть. Проверяем вторую хату. Второй хаты нет, но я там останусь на некоторое время. Чтобы знать. Здесь пилон ставим. Не хватает минералов. И, наверное, газ пора пилить. Хотя не обязательно, кстати. На кору хватает, на адепта хватает. А учитывая то, что supply block по пилонам, да. Что-то он не торопится с следующей хатой. Может, он ее слева вообще поставил. Играет на гейты. Адепт. Вообще, надо было зайти, посмотреть, мув не мув, для начала. Да, хаты нет. Это может быть какая-то агрессия все-таки, пацаны. Надо добавить, наверное, еще врата. Скорее всего, здесь. А, вот рабочие, это куда? Это на третьих как раз. Я по глазам увидел, что он что-то замышляет. Не успел. Попробуем его как-нибудь поджать. Понимаешь, там собаки, бла-бла-бла. Но... Может и прокатиться. Да. Раз и два. Дождемся, когда он подойдет. Мне в идеале дождаться, когда он достроит эту базу просто. Чтобы он меня не заметил. Здесь спокойно ставить форжу. О, он видит. Ну, все, скрываться нет смысла уже. Имеет смысл проверить базу здесь сразу же. Отменил. А вот это интересно сейчас будет. Что он будет делать-то с двумя базами там? Открываем сейчас. А, вот, поставил. Окей. Ну, кажется, бежит сюда уже с собаками. Да. Позиция очень хорошая. Достраиваются гейты. Отменяем ему... Забаньте этого пхелиафа. Не стыда, не совесть у молодежи нынешней. Так, он сейчас будет, скорее всего... Вообще, ситуация очень хорошая. Не хочу сгладить, конечно. Ага, я понял тебя. Он не отменяет хату, что немаловажно. Я бы здесь поставил пару адептов, но что он может сейчас взять и побежать. Попробуем забежать сюда. Ладно. Ой, какая здесь позиция хорошая. Размен двух адептов на миллион рабов. У меня есть база. Я, наверное... Вернусь-ка, я лучше домой. Потому что ситуация сейчас просто шикарная. Продавить я его вряд ли смогу сейчас, учитывая фениксов. Но... Вот от него атака может быть вполне, да. Где пилоны твои, Михаил? Вот, пожалуйста. Сейчас мне не хватит просто. Я чувствую. А нет, уже хватит. А потому что протасы — это халява дешевая. Грейт на атаку уже есть. Давай суммречный совет запилим. Еще плюс 3-4 гейта. Переведем рабочих сразу сюда. Нашкил. Он не хвагает минерал. Я стал лава. Дороги вверх. Так, этого поднимаем. Тут так, тут так. Он пытается выйти на следующую базу. Можно сказать, пуш его немножко провалился. Немножко. Здесь выхожу к виной. А где суммречный совет? Я же хотел там... Ага, второй играет на атаку и этот. Раз, и два. Еще одну форжу закажу. Здесь не мешает... Не мешало бы поставить... Сейчас здесь к вину и попробуем третью базу. А, третья база с той стороны. Угу. Я понял. Ну, к вину убиваем. Здесь фатоночка. Сейчас будем харасить фениксами. Заказывать рабов. Раскачивать базу. И так все очень хорошо. Так, давай роботикс. Газ. Пилон. Тут открываем гиты. Гитов маловато будет. Выходим на следующую базу. Что, грейды делаются? Буст. Так. 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 Вообще шары нужны еще. Этих поискать. Я думаю... Как их? Ох, ты ж ежик. Ну, я не попадаю просто. Вообще не попадаю. Такой провал. Только что 600 минералов в трубу. Улетело. Это 6-7 адептов. Так, вижу гидру. Гидра это хорошо. Часть из них подрежем. Ладно, уходим. Делаю адептов. Потому что у него явно тут перекос в сторону гидролисков. Он будет пушить мне четвертую базу. Сюда кору подвожу. Адептов подвожу. Можно попробовать сделать... Еще гейтов. Ну, главное варпать. Нон-стоп тех же самых адептов. Грейт второй на атаку готов. Третий сейчас заказываем. Грейт на адептов тоже готов. В общем, можно было его даже принять. Но лучше, наверное, фениксами типа пролететь на четвертую базу. Но смотреть, где его гидра, не идет, не идет. Добавить постепенно шаров. То есть роботехнический узел. И надо было сделать еще пару псов. Смотрим, что здесь. На заказ рабочих. Тут четвертую базу ему подрезаем. Он у нас сейчас выйдет ко мне. Да не, не выйдет. Сейчас снова я попробую рабов вернуть. Нет. Очень много у меня адептов. Да неприличие много адептов. Ох, вроде как... Надо переводить просто с мейна. Делать там каких-нибудь темпларов для архонов. Делать начинает с шаров. Причем шаров начинает делать с разных роботиксов. То есть добавить реально пару еще дополнительных роботиксов. Все, фениксов хватит. То, как бы вы видите, какая здесь хрень. Делаю поля. Гейтов приличным. Экономика у него хуже, значительно хуже. Жду, когда добавится... Вообще, дарков надо было сделать давно тоже. Здесь залетаем на пофиг. Ой, инфестры. Ой, микозом цепанул. Но не всех. Хорошо. Где микозы, там и ультралы. Поэтому делаю пси, делаю шары. Вообще, можно выйти сейчас. Давайте сейчас попробуем выйти действительно. Делаю шариков. Шарики. Шарики такие, шарики такие. Феликс поддержал ваш канал на сумму 500 рублей. Майкер. Вспомни, как ты убил в четвертьфинале Г4СС2, а еще воль, импа. Соберись и тащи. П. С. Постоянно разлагинивает с сайта, что даже не могу нормально задонатить. Такая беда. Так, я понял. Значит, мне нужны зелки. У меня 200 лимитов. Я иду в атаку. В надежде на то, что успею в окошко. Есть пара шаров. Идем вот сюда. Проверю еще базу. Но, по сути, ничего там нет. Ладно, поехали. Поехали. Вот и ультралиски. Ловлю. Ловлю. Леврай еще. Ловлю. Хрень выходит. Очень плохо. Пришел, слил лимит. Правда, он вроде тоже. Призмы не хватает. Раз, два, три. Еще один шарик. Ну, вроде неплохо. Так, мне нужна призма. Раз, два, три. Не, надо рекол делать. А тут некого уже спасать. Ну, кроме шаров. Ну, рекол! Отличный рекол. Всех спас. Мое сознание пробудилось. Так, окей. Что мне нужно? Во-первых, мне нужно поставить газовые базы. Как вы видите. Рустиман поддержал ваш канал на сумму 101 рубль. Миша. Да. Миша. Да. Миша. Да. Забыр валк. Молодежь. Классику не знает. Так, хорошо, ребят. Давайте все-таки сделаем как-то по-интересному. Раз, два. Ты сюда раскладывайся. Два еще зелков. Я понимаю, что зелки нихрена не тащат. Но. Надо переводить рабов, пацаны. Просто переводить. Просто переводить. Моё сознание пробудилось. Делаю дарков. Что-то в призму. Да, вон он. Я живу. База атакована. На нашей зонде напали. Илаза. Ваши смысл умерли бой. Блин, какая грязь. Так, давай-ка архонов. Мне нужны... Там мне много чего нужно. Архоны нужны, имморталы нужны. Все-таки нужны зелки. Фениксы в другой группе. Надо базы ставить. Заказывать рабочих. Переводить их сюда. Ставить новые базы. Есть имморталы. А еще имморталов. Мне кажется, надо. Может, грелок еще. Да, наверное. Переходим сюда. Разместите строение в энергетическом... Надо зелками просто забегать. У меня минералы заканчиваются. Экономика того же. Шаров хватит, я полагаю. Делаю там три грейда уже. Гейзеры газовые тоже, как видите. Иссекают. Наверное, имморталы архоны. Сейчас ключевая наземная тема. Я трачу очень много ресурсов на... Надо сейчас архонов добить. Боюсь, что там будут какие-нибудь бруды. Против брудов-то я не очень. Но я думаю, надо для начала перейти на новые базы. Надо заказаться немножко. Опять же, перевести. Имморталов миллион. Так, давай сходим погуляем вот сюда вот. Фениксы пролетят, посмотрят базу. Да, грелки, наверное, стоит делать. Это тоже надо переводить. Так, главное кору. Не забывать про кору, про рекол. Вижу, что он подтягивается здесь. Какие у него грейды, кстати, любопытные. Триармором. Я думаю, надо отступить и поляп отрегинить. ГГ. Хорошо. Ну, тут... На самом деле, сейчас мы увидим, что у меня где-то плюс треть по ресурсам. По графикам должна быть где-то плюс по срезу треть. И я выигрывал не за счет... Не, поменьше, смотрите-ка. Плюс был, но где-то на четверть, а то и пятую часть. Если заштриховать эту зону, даже меньше, чем пятая. А это вот базы закончились, то есть... Вот это вот заканчивается базы. Поехали. Ну, и Марталорхон, и Зилы с двумя форжами же. Без шаров они бесполезны против слонов. Так как, чем убивать этих адептов? Почему вместо Зилков тогда... В смысле, Зерлингов чем убивать? Если не будет какого-то сплэша... Ну, хотя у нас шары, да? Ладно, играем против Протоса. У него никнейм Пробки любит тебя. Пробка любит тебя. Особое отношение. Шторм еще нужен. Он не мобильный. И убить... Слоны штормом не убиваются. Вообще, он, в принципе, нужен шторм. Он всегда нужен. Но чисто вот в этой конкретной ситуации, если у тебя есть шары, зачем тебе шторм? То есть, по сути, тот же самый шторм. Урон более-менее сопоставим. Частота атаки тоже так более-менее. Фидбэки не помешали. Против кого? Против инфесторов, до которых не дойти. Так, у нас снайперюга определился. Ладно. Против вайперов. Против вайперов, да. Против вайперов. Пара фидбэков была бы очень, кстати, без иронии. Серьезно, он прав. Чтоб не вытаскивали, чтоб зеленку не кидали. Ох, я второй газ почему-то не поставил. Так, смотрим, что у него. Газ добывает. Ага, базу строит он. Скорее всего. Не, второй гейд делает. Нет, кора. Вайки, бронетка, да. Ну, с таким билдом, скорее всего, у него все-таки нычка. Посмотрим. Понаблюдаем. Да, нычка, скорее всего. Вот, пожалуйста. На тебе. Ну, вообще, я хочу кору сделать и поставить самому базу эту самую. Но, кажется, не успеем. Он не проверяет даже, это очень странно. Пробка вроде у него ничего не строила. Здесь сталкер пошел. Давайте проверим, что у него. То есть, явно он... Явно он будет меня убивать. Вопрос только чем. Я взял сейчас и по своей воле обострил. Будет он убивать гейтовый хреньюм. Один, второй, понятно. А можно здесь пилон поставить? Спасибо. Можно пробустить тоже сталкером. Опасно, конечно, я обостряю. Опасно, опасно, опасно. Киллс есть. Один. Я построил еще один гейт, если честно. Чтобы прям вот-вот-вот совсем хорошо все было. Переведем сейчас рабочего. А, он пилон убивает? Да ладно. Серьезно? Ну, тогда роботикс и разведка. Потому что он что-то... Давай-ка эту отменим. Минералов не хватает. То есть, он меня не пробивает мясом. Судя по тому, что я видел. Это прям здорово. Давай пару центреев сделаем. Учитывая количество газа. То есть, мне кажется, это вообще какой-то чиз. То есть, какие-нибудь дарки или еще что-то. Но, чтобы знать точно, лучше... Лучше сделать апса и узнать. А тут филдами надо отстреливаться будет. Откидываться. Боюсь его. Того, что он что-то мутит. Ага. Одного сталкера поджали. Мог поджать двоих, но... Но не поджал, как и понимаете. Так, давай сам речный совет. Тогда будем уж переходить в более агрессивную фазу. Допускаем, что он просто строит... Строит нычку сейчас. Сделал такой фейк под пуш. Ну, это не под пуш, скорее разведка. И сейчас стоит, сидит и улыбается. Строя Нексус. Если это так, то я иду к нему. Он меня, естественно, здесь ждет. Опасается. С имморталом, со всеми делами. Ну, по крайней мере, я понял, чего там у него. Я делаю блинг тогда. Можно было бы его попробовать поймать еще на... Вообще, можно сделать нычку. На золоте только. И дальше на шаг вперед идти. Имморталай где там? А, ну, конечно. Уже была такая ситуация, короче. У него есть опс. Я не хочу вообще особо лезть туда. Потому что, ну, видите, там оверчардж. Зачем мне туда? Лучше вернуться, поставить золото. И к блинку, к плюс один. Отбиваться от него. Вот, тут как раз и гейты доделаются. Можно его подхарасить. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Вот это поворот. Вот этого я не ожидал. И давно. Давно. Очень давно. Капец. А, у него здесь, в принципе, ничего нет. А это я зачем сюда пришел? Так. Что-то я не понял, в общем. Дарки. Так, давай-ка попробуем отбиться. Разработка завершена. Это, конечно, круто. Давай-ка сделаем корум. Сюда возвращаемся. Да, любопытный, конечно, у него мув. Мне нужны сталкеры. Мне нужно много гейтов. Чтоб сейчас не умереть от его шального выхода. Это был Дарк. Так, может тогда ВБ вот так вот сделаем. Ну, уже пора в шары выходить. Ага, вот он здесь. А дети, конечно, ахиваем. Только не этом. Дарки. Дарки. И здесь Дарки. То есть он сейчас золотом не убивает. Я не хочу терять золотом. Ну, я уже лезу на амбразуру. Есть. Жизнь сама. Это плохо. Блин, твою налево. Та-да-да-да-м. Па-пам. Так, быстро попробуем реанимировать экономику нашу. Не понял. Все? Минус все рабы? Класс. Молодец, Михаил. Реанимирует. Ну, я не знаю, почему я, увидев Даркшайн, не сделал дополнительного апса. Тут новые проблемы. Ну, и здесь тоже, как вы видите. Ну, я не успеваю среагировать. Просто Дарки. И здесь еще. Несторождение нервов. Не хватает. Не хватает вашу мальность. Слава, голава. Мои камни. Ой. Ге-ге. Потерялся. То есть, как только увидел Даркшайн, надо было просто заказать на каждую базу, либо по фотоночке, что, наверное, самое простое, либо по апсу. И все. А про фотоночки, что-то, я совсем забыл. Причем, роботикс был, все было, но не сделал. 5.8 сегодня отрицательная статистика, к сожалению. Благодаря очкам отдыха мы остаемся на том же самом месте, но... Но нет. Так, Терен. Теренов давно не было. Почему на мэне по периметру пилоны не строят? Это же азы. Это азы первого Старкрафта. Если ты играешь против человека, например, со сталкерами с блинком, эти пилоны тебе к бокам выйдут. Азы. Так. Так-так-так-так-так-так. Ютуб. Разнообразие хорошее сейчас хоть будет потерным. Нужно построить больше пилонов. Поздно, гейт. Почему-то первый газ я решил сделать. Чатик. Не надо читать. В перерывы, блин. Интересно, интересно. Пилон второй пораньше. А вот... Он не боится сапплай потерять? Вообще просто. Не, не боится. Что-то он контролит. Меня это настораживает. Что-то это меня настораживает. Ставлю базу у него на глазах. Кибернетка поздно. Да, потому что, блин, я поставил сначала газ, потом этот. Не уверен, что получится. Подпишите он. Полетели. Там рипер, я слышал. Да иди сюда. Пофиг на этого рипера. Сразу сюда. Может, вы не будете все газ добывать, блин? Да ты достал уже. Система защиты. Система защиты. Система защиты. Система защиты. Наса ждет. Не хватает ни инералов. Сема. Ой, минка. Давай-ка, роботикс. Система защиты. Я столкнулась с противника. Чи-чи-чи-чи-чи. Недостаточной энергии. Подружая. Да, нам находит. И как? Где он? Нас покарнет. Да, держите. Во-первых, у меня проблемы с... Что ты там делаешь-то? Что ты там делаешь-то? Открываем гейты. Делаем грейт. Такое. Делаем вот так вот. Делаем так, 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 так. Делаем так. На нам. Делаем так. Мы вернем. Делаем так. Ах, 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 ах. Ах, 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 ах. Слушай, не тебе, мы еще. Куда нам набрали? Фера сильнее в правах. На Джакарме, нам. вот и все а куда там третья база-то ставит окей идем сюда вижу Амину он тоже видит открываем гейты успел кинуть overcharge успел наубивать без гг ливаем рипер конечно у него вначале очень серьезно поубивал но с другой стороны если человек играет в рипера так значит у него с мальками беда на базе поэтому поэтому норм слушать на третье место перешел третье место это лучше чем четвертое о слушайте я сегодня плюс 150 сыграл вообще было 1040 или 1070 сейчас 1971 ха-ха ха а вроде терплю это за счет очков отдыха исключительно да ты молодец уже про лига это не про лига это так про это грандмайстер я туда не не мечу вообще но да прогресс есть ничего уже 11 стримов по starcraft часа по четыре по пять зерк давить помню был у нас на этой карте один зерк который меня урока эмпари зерга брал нет нет у меня не такое финансовое состояние чтобы позволять себе брать уроки по starcraft я уж лучше старым дедовским способом но если иронию отбросит то конечно опа ну во первых он ставит хату сейчас мы видели что рабочий пошел ставить хату я никак не присёк к своему стыду даже не попытался помешать но то что мы нашли его так быстро это очень хорошо я повешу да давайте агрессивненько сыграем сейчас вроде был хороший респ приятный тоже правда нету о я сделал вид что вообще выхожу на нычку было бы идеально он правда верит что я пасу его третьим но он видит также что я строю а вот он выходит на 3 типа надо ему дать поставить на самом деле я так давай-ка так 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 нет вот так вот еще ну он скорее всего другим рабочим этим отвлекает просто этим строит если это так то нет нет это не так давай поставим пилон просто просто тогда подожмем его немножко попробуем здесь уходим здесь уходим поехали ладно ставим базу здесь куда вы ребят поехали 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 я просто хочу потусоваться вот здесь просто потусоваться пока у меня база строится такое желание есть пилон есть здесь форжу потихонечку работе строим рабочих строим сушь надо проверить то верхнюю еще и построить второй газ блин не то ой ты какой а у фига так а ну-ка давай-ка жалко пилона здесь нет и ой как как хорошо такой размин хороший такое количество псов полегло ни за что там вообще столько киллсов капец так надо валить отсюда просто только я и так его там напряг просто как как мог тайм варп как тащит классно квину убил там этих собак о собаки смув вот поэтому и надо было уходить уже так отменяем открываем ставим фатон очкам здесь точку сбора я не поменял у меня 25 рабов на меню не отменил конечно же плохо ну как плохо нормально говорится и так сойдет старгейт феникс пошел собачки пытались пробежать посмотреть что да как учитывая то что у него третья тоже выхожу на третьем газ все таки здесь поставлю только и по камням постреляем чтобы выиграть немного времени ох ты ж ежик пацаны нас спалили так здесь начинаем убивать здесь ставим пожалуй так еще ставим надо сделать уже сумречный сейчас у меня надежда будет исключительно на адептов тут фатон очка одна рабочих нормально уже ну и поехали на разведку мне нужно бы во первых проверить четвертую подозреваю что ставит не ставит окей добавить еще пару гейтов и посмотреть лэйр вижу только пока не вижу от лэйром делаю грейды ресурсы в ноль как чистенько то пока получается даже сглазить не хочется вижу рабочие рабочие важнее конечно чем ручь пошли окей и на ручь это понятно ручь это естественно прочим и естественно фениксами убиваем переведу еще чуть-чуть рабочих сюда а вот он куда где четвертую базу собирался строить точнее собрался построил ох ты ж ежик где там феникса е-мое блин у тебя с пилонами конечно вляпался давай сходим до 4 блин как же здесь его много да да я не готов просто ой там реведжеры девушки матрешки мне лучше телепортироваться отсюда нафиг мне нужны роботиксы пацаны штучки 3 нужно тратить куда-то минералы а я не знаю куда их тратить так ну хорошо значит у нас сейчас пойдут имморталы уже да ладно а класс хочу так на реведжерах отдался кто знает особенно мне понравилось как киркоров давай морталов не хватает недостаточной энергии недостаточной энергии недостаточной энергии база должен варить на наши зоны угу не хватает ну я пробочек послевал там им ёпперс это да это гг короче надо как то и здесь еще забежали роучи здесь забежали роучи так против роучи во первых я кору потерял не оценил адекватно размер его армии то есть надо было просто знать камни не разбил еще вот что главное и не знал когда он нападет здесь тебя занял позицию нормальную если бы я кору не потерял на старте с оверчарджем было конечно значительно проще и имморталов надо было добавлять раньше возможно роботикс просто ставить ставить сам роботикс пораньше ладно посмотрим да вместо четвертый надо было просто сделать до заказа потому что на четвертую потратил минералов 700 ну там nexus два пилона два газа это уже 750 то есть я когда вот вышел с таким проверочным по четвертую базу пушем и увидел его армию с реведжером и роучем в тот момент я понял что с ней сражаться нельзя но почему-то не понял что он сейчас ко мне с этой армии придется недооценил в общем я его недооценил опа вот хорошо и сразу на нижнюю базу окей ставит ставит я тогда буду верхнюю контролировать мне на руку то что он выходит в эксп который так далеко здесь я постою пожалуй и буду его как раз на рампе вообще близкий к идеальному сейчас вариант действий зерга не 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 нет я тут тебе не дам поставить уже не дам хотя может быть и стоило дать построить а может и нет посмотрим потому что розелок на втором гейте он сейчас нормально зайдет вроде давай стоит ли еще пилон добавлять ну вот здесь стоит добавить нет не здесь здесь стоит же добавить скоро пошла этот пошел этот первая группа сейчас собаки убегать будет отбиваться от этих пилонов собственно какие то они поздние немножко а вот и они ватерин а а что кто а не а не а а а а не так теперь на нижнюю базу выходим сами на третьем и на вторую сюда с пилончиком а вообще надо сидеть скоро просто оставите всем а тут ходить только адептами там уже раучи ничего себе дать твою налево ну куда вы пришли так ты такая ты такая играет ноги и ты может сбегаем к нему на мэйн какие проблемы проблема в том что он готов а вот так вот так рекл пошел а можно все таки пацаны выйти отсюда нет спасибо я мое он выбивает мне пилон мне нужен второй газ нужна пара сталкеров можно сбегать сюда нужно сбегать к нему на третью базу как раз на случай если он ай-яй-яй капец ой-яй-яй роботикс нужен мне не нужны сталкеры хотя бы какое-то количество сталкеров откроем гейты поставим газ мне бы еще гейтов добавить здесь он не прав конечно будем выходить к нему на базу или не будем вот в чем вопрос давай на третьем да потому что ресурсов много иммортала я и так заказать смогу а если у него вообще третью ооо он только сейчас строит это поворот смогу отменить ну это просто супер если надо проверить вот эту третью базу а так все просто прекрасно давай так вот так вот и так вот наверное здесь завалим камни аккуратненько только завалим так не будем старгейт будем старгейт строить с ним как-то поспокойнее вы знаете он видит мою третью тут завалили иммортала делаем да третья база у нее нет у нее экономика просто очень плохая поставим здесь пилон чисто чтобы видеть когда он будет так здесь так и здесь так 2 адептов немножко против собак как бы имморталы так и так справятся 3 буста у нас летит сюда с рабочими и так все ок ой муткам так он забегает там залетает тут мне надо муталисками от муталисков отбиться что ты враг познает нашу ярость телепортация завершена давай 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 опа вот это плохо блин как он меня подразвел то неплохо и на мэне тут как видите тоже есть проблема определенного топ толком Телепортация завершена. Роботикса не хватает. Ну его убили просто. И я не отбиваюсь здесь еще. Капец. Да все потому что я... К мутке не был готов. Да, ГГ. Ну не успеваем. Ох, там какая грязь. Я звездный охотник. Не хватает минералов. Я здесь. Среди теней. Недостаточно энергии. Враг поздно. Да, да. Блин, грелки реально в такой ситуации были бы полезнее. Ай, твою налево. А, там же робочек, ГГ. Причем по экономике я опять же не проигрывал. Не проигрывал я по экономике. По крайней мере, три четверти игры не должен был проигрывать. Да, этим все ровненько. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-у. Зачем выходить в третью базу и сразу все технологии выйдет и под мастер талкеров сделай блинк. Окей. Так, что у нас там роучит? Ну и мортал, и роучий. Да, грелки. Ну, Пурджа-то не этот зерк, окажется, предыдущий зерк. Предыдущий зерк. Там еще позиция такая, удобно разводить. Надо либо... Ну, хотя камни-то я завалил. Ну, их-то пробить-то, в принципе, не так сложно. Форсфилды? Да нет, форсфилды, там реведжеры. Могут отбиться. Пробиться, точнее. Мне не пригодились адепты. Точнее, грейд на адептов и сами адепты. Не хватает ни генералов. Три муталиски. Муталиска напрягли очень серьезно. Хотя, казалось бы, три муталиска сталкерами отбиваются. Ну, у меня три сталкера, правда, было. Без блинка. И без... Без фениксов я бы долго за ними бегал. Сюда я не успеваю. Начало было просто отличное. То есть и начало, и продолжение. Там экономика не хуже, чем у зерга. Это очень хорошо. Но... Но я был неправ. Дальше. Да, ошибался. И вроде правильно роботик сделал в виде врачей. Да, Старгейд поздновато. Но, в общем-то... Ну, и что он? Я не знаю, зачем я иду этого зерга поджимать, учитывая то, что у него... Ой. Наверное, стоит. Стоит просто ставить базу. После мазеркора. Нужно построить больше пилот. Жизнь за ай. Не хватает минералов. Сейчас сделаем пару адептов. Ой. Я говорю, пару адептов сделаем. На наши зомби напали. Приказывай. Мы крепкие ай. 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 Здесь нужен пилон был. Слава, пилон! Нужно построить больше пилот. Ну, стоит базу, скорее всего. Не, не ставит. Смотрите, как он напугался. Это хорошо. А, и тогда второй газ. Еще один пилон. Усиление пилонной сети. Рона хашит. Ну, нычка у меня есть. Так что все нормально. Мы согласны. Здесь начинаем добывать газ. Рейстаргейт. Ну, отлично. Так, проверим, что у него. Точка сбора сюда. Да, он выбегать будет. Поближе к коруму. Еще пара адептов. Грейт на гейты. Паражад нужна еще. Может, это Нидус? Ой, да, это Нидус. Так, хорошо. Улетаем. По-быстрому отсюда. Против Нидуса что я хочу? Я хочу... Побольше гейтов. Лучше грелку, наверное. Такой ситуации как раз. Да, он сейчас просто отбивается. Да, давай грелочку. Грелочка 250 стоит. Ё-моё. Это дожили. Окей. Адепты. Ну, я видел там... Так, давай-ка действительно поставим еще пару пилонов, так, чтобы Нидус заметить, если он будет... Ага. И грелку, наверное, подбустим. Три гейтан. Мало? Да мало. Четыре и пять. Пожалуйста. Рабочек строим. Вроде бы. Нет, лишнее. Еще сталкер. Ага, вот он. А может, это мутка вообще? Мутка с двух бас. Прохладно как-то. Что-то я не верю в Нидус уже. Если я не верю в Нидус, то я делаю что? Выхожу в третьем. Сейчас откроются гейты. Я здесь, среди теней. О, Нидус. Так, открываем. Да, блин. Ну, отбились вроде. Да, с грелками значительно проще. Можно было и базу, в общем-то, не отменять. Окей. Ну, пойдем на третий тогда и с выходом одновременным. Месторождение минералов. Не хватает минералов. Пьемы. Чап. Пьемы. Так. Я аккуратненько сейчас его подожму. Так, слегонца попробуем. Не факт, что у него третий в принципе есть. А, вот он выходит на нее как раз. Понятно. Помним про рекол. Так, рекол, пожалуйста. Рекола не будет. Класс. Ну, отлично. Бывает. Ничего здесь, ничего не сделать. Окей. Что я знаю? Я знаю, что у него роучинг. Я знаю, что мне нужен роботикс. Делаем буст на этим. Добавляем гейты. Делаем апгрейд на поля. Здесь скорее блинк. Проверяю у него следующую базу. Отобьюсь тут? Да, должен отбиться, в общем-то. Открываемся, заказываемся, смотрим на четвертую базу. Четвертой базы нет. Дозаказываю сталкеров. Смотрим, он расползается слизью. Проверяем следующую четвертую. Да ладно. Это где? Не увидел. Не увидел. Внизу это похоже. Да, внизу. Так, давай-ка иммортала, пожалуйста. И много-много мяса, пожалуйста. Какого-нибудь. Хотя бы. Опс еще нужен. Ой. Раз, два, три, блин, четыре. Да какого хрена? Я же... Все же хорошо было. У тебя феникс в такой ситуации не нужны, блин. Надо было... Сейчас выведемся, что по ресурсам опять не это самое, не алло. Да тут просто адепты и имморталы нужны были. И все. Адепты и имморталы. Ну, у него, кстати, был плюс. За счет чего, интересно? Количество рабов, скорее всего. Может быть. Да, и тот выход тоже был зря сделан. То есть надо было сразу увидеть, что все плохо. И делать рекол, чтобы спасти армию. Так. Рандом. Тяжелый сегодня день у нас. Поражений больше, чем побед. И только очки отдыха спасают нас от спускания вниз. По рейтингам. Так. Рандом. Ну, карта дуэльная. Дуэльная, разведка ранняя. И все. Дестабилизаторы помогают против мяса. Так в той ситуации не факт, что успел бы их сделать дестабилизаторы. До них немножко дожить нужно. Ну так, к слову. Ну и один дестабилизатор тебя вряд ли спасет. Потому что это вопрос, контролишь, не сконтролишь. Или сконтролит противник, или не сконтролит. А учитывая Нидос и Слизь, там у него мобильность-то есть. Зерк. С чем? Ни с чем. Проверять надо было хату. Ну, карта удобная для подпушин. Поэтому будем подпушивать. На золоте сразу ставит базу. Это очевидно. Уже поставил. Окей. Тогда два зилка, пожалуй. Причем зилок под бустом. И сразу здесь пилон, чтобы сэкономить. Ой, а почему кибернетку-то я не поставил? Василий. Вот это потерянные секунды. Они мне боком могут выйти. И выйдут, ё-моё. Черт возьми. Капец. Так, Кора пошла. Да, Кора пошла. Там собаки уже сейчас будут. А я... Не готов. Секунды. Здесь решают секунды. А я... Блин. Блин. Ну... Я не прав. Опять. Во-первых, потому что у меня нет нычки. Во-вторых, потому что у меня ресурсы скопились. Ну, хотя... Тут вроде нормально все. Вина минус. Тут под контролец. Проверим следующую базу. Проверим следующую базу. Вот если б я еще контролил, представляете, что было бы. Да, твою налево. Если б я еще контролил. Сейчас надо дождаться. Но ни в коем случае ему не отдавать эту базу. Причем он тормозит тоже. Будь здоров. А вот с собачки. Много собачек. Я столкнулась с противником. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нас ждет славный бой. Хорошо. Золото мы ему, по крайней мере, отменили. Немножко медленные адепты этим. Дурные. Опять Старгейт мой. Любимый. Здесь нет добычи. Так, буст еще не туда. Прилично он подъел рабов. Неприятно. Попробуем зайти, посмотреть, что у него там. Да, неплохо. Ну, плеточки, все дела. Я думаю, там мутка, во-первых. Во-вторых, я могу выходить на базу. Ну, то есть я могу стоять вот здесь, тут улыбаться. Проверить вот это вот золото, например. Открываемся, открываемся. Надо делать рекол. Пожалуйста. Отменяем, отменяем. Отбились. Отбились, но еще один минус мой в том, что я здесь стенку не поставил. То есть вот здесь вот на входе. Это тоже косяк. Блин. Рабочих тут перебор. Уже надо перевести трех. Он съедает мне пилон. Это понятно, но у меня есть там запас легкий. Псы. Псы, 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 псы. Увереть бы, что он мутит. Золото не золото, мутка не мутка. Так, давай сразу сюда. Да, ставить третью базу. давай-ка тогда фаржам сам речный совет окей квин много но я так и не понял что он делает кроме третьей базы так и не понял я пока делаю грейд на атаку тогда роботикс и попробую залететь на мэйн открываемся ставим здесь фото важно увидеть что он мутит л и рачат не вижу вот лэйр вот роуч и понятно ну тогда добавляем еще пару роботиксов и переходим потихонечку в болин переходим не газ нужен чтобы перейти переходим вымав при этом фениксами так более-менее подхорашиваем нужны еще пилоны на защиту больше морталов ой смысле больше этих мне не нужно делаю boost делаю great на ага можно вообще на четвертый выходить я думаю с такие с такой классной экономикой не даем ему выйти самолуны 4 ну так не даем громко сказано конечно заказываю пока и морталов нидус понял ну на мэйне где-то видимо дольше все мне идти на мэйн а нет он здесь я понял а нет он здесь блин классный развод будет и там и там и там и там надо сразу ой вроде как и морталов меня тут вообще прилично он будет сейчас вниз этим ну он пытается зачем-то убить основы здесь переводим рабов на золото надо блин было делать это тут нападают так хочется его в лоб убить вы бы знали ну судя по всему сейчас и будем убивать его в лоб потому что ну во первых не знаю что мне золото есть я восстановлю конечно базы вообще надо просто брать идти убивать он на этих отменных нексусов потерял вроде как очень много поэтому надо надо мочить просто приходите убивать его не не что много ручей так а давай-ка на эту базу а блин кисть нету давай здесь здесь вроде как можно проходе запереть что-то быстро какой-то ладно давай посражаемся что-то хреново я тут посражаюсь капец жесть надеюсь я успею кого-то хотя бы спасти давай держимся они да сейчас может быть опять реводжеры не но если он сейчас начнет разводить то это будет капец блин где а он снизу и поставил в общем то а вот здесь вот ну да то что я могу сделать капец он такая тут без шаров вообще никак жесть человек у которого ну да тут без шаров вообще никак иммортал не справляется какие там роучи 0 2 я тоже 0 2 давай попробуем здесь отбиться допустим что он там расслабиться месторождение минералов если щенок а нексус бьет газа не хватает я здесь среди теней противозмездия местор ну давай вб действительно попробуем сделать о у нас есть дарки даркшайн я зачем-то сделал да попробуем сюда заказать рабов здесь можно было бы поставить давай одна ударка сделаем по крайней мере а здесь газ добывается добывается здесь добывается добывается но хреново тут надо газилки ставить убьем попробуем ему здесь нидус ой а вот это плохо это я не прав и здесь тоже с другой стороны он а у на мэйни щас а я без коры на мэйни ничего ценного конечно нет с одной стороны но так здесь надо дарка одного поставить просто надо еще вызвать одного дарка чисто сюда развлекать отправить и основной армии наверное лучшим ой твою налево это плохо здесь надо было конечно убить понятно тут как видите все без таргейта точнее без капец восстанавливать нычку то надо пробуем убрать нидус пробуем на эту базу пробуем на эту базу потом сюда шары появились вообще карманный эксп надо было поставить кору надо было восстановить сто лет назад а у меня кибернет кинет чтобы коров остановить может быть кстати за это давайте попробуем шарами что-то придумать то есть приходим сюда шары то где заходим и сразу убиваем две плетки базу сразу же убиваем отлично шары минус все делаю тип апсов я тут не уйду капец месторождение минер я здесь среди теней отлично и так и и и и и и только дарки мне здесь помогли отбиться ё-моё класс я в шоке дорогая редакция делаю кору надо наверное было адептом сделать а вот так вот так все наконец-то коры есть капец кора есть жесть так давай-ка сюда так 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 а вот и он а вот так вот я понял тебя ну где-то мопс на и не 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 дэвид блэйн там дарки не справились правом надо быстрее ставить базу давай там пларнем архоны газ сливать можно будет опа он уходит ох то это плохо так давай когда арков здесь он выкопается рано или поздно правильно ой 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 так давай-ка сюда архоны нужны он сюда придет сейчас мне нужно я даже не знаю что нужно такая уже сумасшедшая игра идет думаю надо уже чистых этих ставить так ну здесь люра меня провоцирует здесь надо его принимать блин даже здесь сложно что там здесь закончилось все тут берем тут берем нам нужны архоны бабла маловато шаров слишком много возможно сюда перейти еще шаров перебор пацаны месторождение минералов блин он сплитит но я с послевал все блин ресурс много ценят обвис капец тяжелая была игра с недосами совсем понятно конечно что делать потому что ты их не можешь убить пока они строятся и и и и и и и либо stalker с блинком либо какой-то какая-то крит масса грелок что очень рискованно данная игра конечно была очень напряженную очень напряженная любопытно какая мне статистика мне действительно кажется что против зергов мне самое-самое-самое вроде где-то была статистика по разам наверное где-то здесь я вход скажет что практически не играл да вообще не играл только квалификации прошел и все нифига у меня был какой перерыв обзоры карт говорят обзоры карт не похоже игра фризит по ней среднего качества графика нее не фризит ничего fps же слева наверху есть сыграя необычно пожалуйста а как необычно тут в игре столько вариантов и вот в текущей игре что было зилки адепты сталкеры имморталы дарки шары архоны тут две трети юнитов прошло игре использовалась значит как необычно ты предлагаешь масс темпостов например сделать но я думаю что это не приведет к победе темпостов понятно да тут ту и ту и ту и ту-ту-ту-ту-ту-ду зерг попробуем успеть на диск на его используя остальные одну треть так пока ты до них доживешь это у тебя нидус ты давай строй каррера блин не надо читать чат в начале игры еще раз повторю надо привыкать делать паузы между играми рабочий пришел на сравнительно раннюю разведку так не делают если ставят базу быстро так делают когда чизят да газ пул это чиз так 2 gate газ добываем я хочу увидеть тот момент когда он поставит ничку это будет знаком окончания его агрессии но пока строим просто зилка под бустом конечно же здесь просто будем посматривать одним глазком конечно конечно пилонов нужно больше построить так собаки уже бегут между прочим юан бэйс не бруф гэл гэл хф так опа нычку пошла так и давай-ка я тогда ты очень что русский знает так я полечу сразу его нычку он оказывает но я-то знаю что это вот агрессия с его стороны она не не ален радом пора все с хорошим от веточку ему закинем главное при этом еще базу построить будет шикардос не он что-то про профукал частью своим и и а и и и и и Понял. Ну у меня все хреново, что я хочу сказать. Ну вот только я, как обычно, с пилонами накосячил. А так все нормально. Нормально. Он того не стоило. Безусловно. Вообще нужно идти в атаку сейчас к нему. Честность. Хорошенький, хорошенькая. Очень. Очень. Общень. Ну что это такое? Он уже там... О, тут можно... Я что-то вообще все не то делаю. Ну хотя выигрываю все равно, но... Ну да. Но все равно все не то. Попадает минералов. Стоп. Обозник по ЛЗ. Ха-ха-ха. Ну как я могу остановиться? Ты раз начнешь, это как... Т. Не, давай лучше рабочек убиваем. Т. 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 ну их резать будут этих адептов они слишком 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 и overcharge должны резать это слишком опасные вещи 712 капец 712 такая статистика сегодня нелепая но по рейтингу плюс было 1070 стала 1217 но это не том это не том блин я уже наиграл больше 200 матчей starcraft больше 200 ну хотя они быстрее чем раньше какой план на следующую игру завтра большой секрет александра ну смысле от конца и дальше я вчера спутал дал вам неверную информацию прошу прощения за этом думал что сегодня но в конференции написали что что завтра давайте 12 матчей я наверно закругляюсь потому что потому что немножко подустал терпеть хочешь собрать все ресурсы очень хочу собрать эти ресурсы карта тоже разведку ранее делать не буду это протас хотя бы после газа пойду ну ладно после гейта договорились так и ну здесь карман эксп если он его поставит и не защитить пилонами это может дать повод адептами и коры его подпушить если он неправильно пилоны поставить на мы не это тоже отличный повод его подпушить главное чтобы он повод мне дал хороший а дальше уж справимся должны справиться посмотрим что он там будет мутить так пилоны нормально один по крайней мере нормально стоит проверяем ну база час не может быть а об уже базу так я хочу что серьезно будешь газ не ставить так ченочку поставить но он кажется этот момент контролирует он проверил ем это же поставлю базу просто мне нужен один адепт и до газилка заварил ну хрен с тобой золотая рыбка делаю кору делаю адептом дальше задача какая адепт на мэйн ориентировочно сюда кора great давать такое сделаем тут сделаем еще газилку заранее спрячем под бустом адепта еще одного адептом и пожалуй пора идти сюда нет рано так ты побежала быстром ой что мы тут встречаем то пилон вот не понял что за чизы нет пилон я не буду ставить себя может он отменил nexus и не отменил главное поставил он пилон засели не поставил не поставил вы сюда и третья группа сюда тут начинаем бить мне нужен еще один гейт я полагаю и заказываем рабочую а дарки у него понял понял дарки про дарков я понял давай фаражу тогда ищем для страховочки главную спеть еще пилон здесь поставить бы чтобы он не отключил по-быстрому все надо было бы открыть и сделать сентрю открываем давай так и оверчерт еще один здесь да блин давай а я газ не добывал ну быстрее не успел добить увы сейчас он придет что-то долго он идет на самом деле опс есть дарка не видно капец ладно ну экономика у меня суперская должна быть просто суперская почему 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 он не идет почему он не идет я волноваться начинаю знаете ждешь ждешь человека в гости он не идет и выходим на третьем а если мричный совет наверно играет на атаку здесь потон очку против дарков до заказываем треть как видите у него да и форс филдами ну окей пофиг на него просто пофиг о вот это вот вот это дарки на пошли уже минус один здесь тоже вроде был убит хорошо что-то поздно дарки приходили ну где все то ё-моё все равно нарезал миллион понимаете нарезал миллион я торможу поддаюсь на разводы очень зря опыта не хватает чтобы отбиваться от подобных вещей то есть я разумом то понимаю что делать нужно и подстраиваюсь но давай вот так он да с блинком надо часов пушить только построить еще вот он блинк насколько я понял это было призму еще сделать на мэй не так он да как тебя так много то ё-моё и оверчарджник красавчик ну как как так можно играть вообще я в шоке я теряю нексус дарков которых блин спалил в самом начале терплю от них всю игру где мазеркор ну это ни в какие ворота не лезет это такая кривизна еще он жив да потому что опс у нас опс у нас немножко в другом месте слава богу так что мне нужно мне нужен роботехнический блин мне роботик нужен так возвращаем рабочих по крайней мере сюда здесь надо с построить фатонку гейт гейт не нужен криво я устал надо надо мне перерыв делать на сегодня давай роботикс еще один роботикс пусть их будет три выходить постепенно давай вот так вот наверное да теперь узел роботехнический добываем вроде газ мечку восстановили а вот он приходит хороший у нее тайминг реальных очень хороший я тут не смогу отбиться и вот тупо больше из-за экономики да сегодня не день боксов причем вы помните какое было начало то есть даже лучше себя не представишь приходишь у него не добываются экспант у него умирают рабочие ты палишь его чиз подстраиваешься к нему вот начало просто посмотрите по добыче ресурс хотят не такое большое вот это скорее преимущество по нычке это скорее третье даже нычка уже и самое главное что добыл-то я больше в результате пришла ко мне армия он какая а все потому что я потерял столько рабов выпить чаю на чай последний глоток жалко не знаю может я устал слишком сильно сегодня день такой был веселенький тоже было расслабиться но усталым starcraft конечно видимо играть не стоит зерк валерия на карта сегодня ни разу они не играли мне она очень нравится потому что с одной стороны она и контактная и при этом благодаря тому что вас в принципе много на карте на ней могут быть и макро игры интересная архитектура я устал давайте сыграем еще одну игру за капс бы тебе это самое я не делаю пауз между играми может быть это ошибка но я привыкли я проверим тот чистит часто ну то есть быстрый пул делают до быстрый пол потому что карта маленькая я поставлю пораньше дорогие но все равно газ все равно кибернеткам так только надо опять же по хорошему оставить рабочего таким образом чтобы мы с вами знали когда он забьет на агрессию и примет решением так под зилот под бустом и кибернетка так на всякий случай здесь оставлю рабочего 1 ты вроде он не должен успеть прибежать мне не должен вот уже забил смотрите он увидел что у меня стенкам и решил делать когда я тоже хорошо но я хочу сейчас как раз сделать кору сделать адептов и сюда там уже здесь жалко что я не убрал короче я зря пробку не факт что я теперь запущу так а теперь надо здесь поставить не Не-не-не, там роучи, нифига себе. Так, пора эвакуироваться отсюда. Вот жалко, кору потратил. И вот жалко, что здесь я не поставил потонку. Сейчас так буду расхлебывать. Ну я хотя бы... Ты застрял? Не, не застрял. Сейчас попробуем кору восстановить. Засвершиться правосудие. Мы в пути. Усилить кинал. Я здесь, среди теней. Промахнулся с точки сбора. Ничего, ладно. Так, у него... На самом деле у него экономика хуже. Это первое утверждение. И это точно, абсолютно. Он сейчас, скорее всего, строит третью хату. Это первое, что он делает. Второе... Открываем гейки. Тут нужен еще один пилон. И под... Форжу, и под... Так, рекол, когда будет? Уже есть рекол. Я бы вышел сейчас прогуляться... К нему. Ориентировочно на третью базу. Подстроил бы... Немножко пацанов. Здесь начал добывать бы газ и тут, и тут. Сам при этом бы заказал третью. Мне кажется, я могу себе это позволить. А вот у него третья база. Что его вообще мало. Ну, сейчас он, по крайней мере, дозакажется. Вот. Вот это важно. Так, он дозаказался. Хорошо. Мне надо делать рекол уже. Хорошо. Опять же, видите, вместо того, чтобы заказывать рабочих, он сейчас подзаказал армию. Я при этом практически никого не потерял. Правда, у меня рабочих 21 человек. Я вместе с Харасом, с нормальными такими мувами, забываю такие вещи простые. Делать. И это не круто. Пойдем сейчас его харасить. Роботик лучше сделать поближе, чтобы не тупил. Да, пожалуй. Давай, собречный совет. Но собречный совет лучше как-то поаккуратнее заказывать. Поехали. Похарасим. Открываем. Делаем сталкеров. О, вот и харас. Тут уже перебор по рабам. Офигенно. Просто офигенно. Он сейчас в дефенсе сидит. Тут делаю апса. Пробую подхарасить. Вижу лейр, вижу роучи. Опа. Опа, опа, опа. Я здесь, среди тех врага познает нашу ярость. Пять реведжер у меня. Ой, отключили меня. Да капец. Ну что я такой вообще? Ну и куда тебе эти фениксы? Вот чем они тебе помогли? Да, хороший вопрос. Еще вот здесь все отключено. Видите, как классно. То есть я в иммортал выйти не успел. Может как-то попробовать на халяву отбиться. Да, хрен с двум. Я здесь, среди теней. Понятно. Ну, если только. Каким-то образом. Я сумею отбиться от этой хрени. Поставлю одну базу. Он не заметит у меня базу справа. Заметал. Заметал. Мы что? Понятно. Ну тогда это ГГМ. Ой. Shape. Угу. Скорер level. Вот. Угу. Угу. Хорошо. И гидры уже. Ну, там понятно, что... Короче, всё, пацаны. Хватит на сегодня унижения и Старкрафта. Слишком... Не знаю, что такое. Бывает такое, видимо, не твой день. Ой. Четвёртое меня кинули? Не, не кинули. Ладно. Хреново. Давайте на Варкрафте разок оторвёмся. Четыре базы, четыре гейта. Я не посмотрел, кстати, что у меня по... По экономике надо было убедиться в том, что у него три базы и всё. Четвёртой нет. Вообще, роботикс надо ставить раньше. Опять же. Уже в который раз повторяю эту ошибку. Не делаю роботикс. Как следствие, у меня нет апса. Как следствие, нет разведки. Информация о том, когда будет выход со стороны противника. И нет иммортала, который наносит хороший урон. Вот. Кто сможет создать, пожалуйста... Создайте, пожалуйста... Блин, ну что ж такое-то? И хромакей у меня хромает. Вроде норм. Создайте, пожалуйста, какую-нибудь из наших карт. Насколько завтра цирк-спектакль? Ну, как обычно, в 16.00. Насколько я помню, он всегда в какое-то время... Кажется, был... Уже вроде создали, говорят. А, да, уже ждут. User 15 без апсов. Да, зря ты феновстрелок. Только выход видел. От меня и фена в горелке добавляй. Безымов бы отбился. А что с дивинити? Что? Зря, зря. О, слушайте, давайте вам покажу. А, я не покажу. Нет, покажу. Сейчас, погодите. Даже обновление есть. Пользователю ОРМ активировал премиум на ваш канал. Так, надо зайти сначала, секунду. А то я меня жду. Кажется, вот здесь вот, да, захват? Нет, что-то хреновый захват. О, смотрите, на бетке какая штука уже есть. Новый резиновый сайт. Лента уже с избранным. Турнир, видео. Галереи. Настраиваемый форум почему-то не кликается. Шикардос, да? А можно сделать вот так вот. И на маленьких разрешениях будет хорошо. Картиночки уходят. Ну, почти уходят. В новостях. Хоть что-то в жизни хорошо, да? Так, стрим офф-клазом. Реал, как фэрэлем. Миш, привет, можете тебя сейчас позвать на стрим и глянуть на стрим с прем-плеером, на котором мы теряться без остановок? Нет. Жалобы, вперед. Стоп, а где у меня? Жалобы. Да, и вебка. Жалобы, жалобы, еще раз жалобы. Ох, он лагает. Хост не очень. Такие характери... Ой, пинг дикий. ТТ. Лагс. Вообще дичь. Очень странно. Ого. Такая задержка еще дикая. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-м. Я готов. Хорошо. Я попробую перезапустить Warcraft арену. Вдруг в этом дело. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ти-ту-ти-ту-ти-ту-ти-ту-ти-ту-ти-ту-ти-ту-ти-ту-ти-ту-ти-ту-ти-ту-ти-ту-ти-ту-ти-ту-ти-ту-ти-т. Сейчас, секунду, я перетащу, тут все. Не знаю, такое вы, кстати, у меня впервые. что ни у кого не лагает у меня лагает где дан пилон не знаю если честно где он там периодически заходит на строк на трансляции по старкрафту рассказывает что где фуфа на фуфа не приходит так и надо записать что у нас трансляция идет сейчас не понемногу старкрафт немного папа сань 4s поддержал ваш канал на сумму 100 рублей тащи михаил доезжешь спасибо большое за support так 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 там феликса еще на 500 рублей за сопротивление пропустил этот момент им говорит мочи всех я тут на работе ноут расчехлил еще время до 6 утра у тебя есть да я долго не буду сидеть еще пару каточек всего гл хф ради попробуем а луна стар создал вообще тут много народу внутри смотрите там и газон и кирин тор и кажется крео там еще кто-то в общем 80 процентов я увидел знакомых никнеймов так что будет серьезно тем механика на каких свечах черри который blue насколько я помню а а а до мужика этого добавили с зачитыванием подчеркивание акции поддержал ваш канал на сумму 100 рублей как си поддержал ваш канал на сумму 1 миллион рублей прости это дурацкая шутка хорош я помню как у небезызвестной кариночки был донат на миллиард не могла понять на миллиард миллион медисон кажется поддержал на реальным поверила в то что это миллиард или миллион донат на 25 рублей весело конечно ну я вырезки естественно посматриваю конечно это же трендовая штука столько столько внимания привлекает надо же знать что вам нравится она и патирует и патирует и патирует да когда дверяки не знаю когда создадут еще вчера тиранас был жуткий просто жуткий там очень много на рандом завязанным просто не повезло с респон до свидания не повезло с соседями до свидания эльфийская рамка да до андедовского фонде привет кстати если он здесь секурат нужно построить оказывается к завершена эти второй зигурат построю постройка завершена самая наверно вот как то так поставлю когда планируете кариночку на гг пригласить такого скорее уж на виде потому что на гудгейме такой жести в плане цензурной лексики не должно быть у нас несколько другая аудитория вот они видео да там не будет таких ограничений поэтому может быть туда и попадет кариночка смотрит 20 к в день вы ее не вот не и уровень да какая разница стримеры если это аудитория то вопрос насколько эффективно монетизировать это аудитория исключительном но спасибо за ценное мнение хелс спасибо герой ху 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 вот это подгон а то одни паладин до я воплощение тьмы прикольно все дк и финды класс просто класс это топич главное чтобы еще хотя бы один из следующих героев был андэдовским тогда будет добром постройка завершена газон куда он побежал зачем сюда побежал не его . вообще газон я понял это не его . это сразу крепится крепить эту точку сразу базу сразу околитом хорошо ровные браслеты тоже неплохой девайс газон для таким здесь надо было построить зигурат этот момент я прозевал вызову скелетов куплю еще скелетов и куда-нибудь сюда уже пойдем и так что у нас есть у нас не все не так плохо пытаясь подставлять народ сейчас скелета уже распадутся так тут койл так потратим один койл хорошо эликсир возрождения тут раз два три околитом пользователь другу активировал премиум на ваш канал нормально так и на следующую точку попробуем делаю great они не делаю great я хочу шедера взять посмотрим здесь ой 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 только не молоток надо валить отсюда пацаны кто это такой тем более это хвост хоста нельзя убивать шедер газон выкупил вот так вот оказывается ладно мне три гули в общем там три гули три гулем давай закрепим вот эту точку только скелета нужны проще все конечно проверить кто находится слева от меня это два его поджать давай щекой лучше как там great 1 на атаку лучше сделать лес он в общем-то сильно не стоит о зелье мало омоложение пожалуй прям часы выдаю и хп немножко манки восстановит что нужно не рубки делать грейдить не буду разве что вот здесь вот одну штучку доделывается great так 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 второй герой слотер хаос great на т3 лес маловат давай продам так хочу сходить на разведку просто посмотреть кто тот что за противник лес что за сосед ближайший который я готов мстить я жду вы измелькаться в меня измелькаться и чеси я жду я тут смф тинкер черт подери ну не подлечить мне его кайлоун пользователь кимш активировал премиум на ваш канал так что делать что делать взять этого шреддера который должен был уже откатиться да конечно катился с обсидианкой можно в общем то попробовать его по на него снова напасть но наверное уже стоит нападать с третьим героем арбой и даже дестройерами лимит 50 не надо надо с обсидианку сейчас конечно же надо 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 зигурат один ботинки за одну купим час тинкер но вот подходят видится там сзади то есть любая моя атака приведет к атаке эльфу медведем нехорошо сейчас надо шедера брать что все равно из лимита выхожу и лучше гулистом слить если что нужно древесина 150 нужно 150 давай арбу еще одну обсидианку потому что дестройеров поднимать ниоткуда и пробую сам поймать на атаке этого поя и я понял тебя я понял 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 был неправ так далее сделать второй грейд на атаку тот второй герой должен быть какой-нибудь лич жук дредлорд рейнджер к например такой хороший прям хороший добрый герой на грейд на атаку об так это пусть лучше в третьей группе будет и вот это уже дело есть кого лечить беру гулей пробую подойти сзади сетки меня нет сетки 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 сейчас все будет дредлорда ботинки тоже тут еще один дестер ну в принципе все отлично я считаю давай тебе вот так вот и вот так вот дестройер есть поднимаем давай 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 70 лимита сетка тоже есть теории можно давить посмотрим что будет на практике о трупы раз-два-с-трупы ой так давай-ка свиток орден с юзнем спалить нечего давай-ка давай-ка назад убиваем магазин делаем 3 грейд на атаку понимаем еще одного дестройера друго поддержал ваш канал на сумму 500 рублей спасибо за классный сайт ждем адаптивный вариант сэк спасибо что не забываешь выкладывать видео на сайт это аспирант молодец спасибо за спасибо как говорится нет не надо так сейчас мы его на пару судя по всему раздраконим очень конечно жалко так себя вести да ладно этот высасывает норм Я воплощение джиму Скоро на охоту Хорош Я готов мустишь Угу ГГ пишет Керинтор Мне хочется, чтобы он побыстрее вышел ГГ, отлично Теперь я могу А, давай, закайлим его Все, убиваем так Сделаем грейт так Добавляем пару склепов Потому что нужно будет сейчас Постепенно выходить И убиваем Эту базу Давай еще один склеп И думаю, надо добавить Нет, зигурат не нужен Потому что Итак, сейчас Десяточка добавится Добавится здесь И возможно еще один некроп Любит А здесь дредлорд получит Левел ап Не знаю, что лучше В данный момент Наверное, все-таки сварм Пока еще Полезнее он В данный момент В перспективе Конечно, подгарк Другое дело А смф Судя по тому, что он играет Вообще без всего Он, наверное, сейчас танки пустит Или он просто массу вышек Сделал Внизу Поэтому я бы Сделал Пару слотерхаусов Еще И поспешил К нему Вон, видите, чем бегать Ничем не бегает Постройка завершена Это значит, что он что-то мутит Здесь ничего нет Значит Я готов дождить Я сейчас бежим к нему На моем Там вышек миллион, скорее всего И танки строятся Это я практически не сомневаюсь Вышки, да Очень много вышек Давай вот тогда так Ну, он танками будет меня убивать Это я вижу, понятно Заходим к нему внутрь Да, я понимаю Сразу делаю Делаю мидвеганы Ай Свиток Вбиваем базу Я более чем уверен Что сейчас танки поедут Своих рабочих он поджигает Поэтому просто Защищаюсь Ну, там кассл и танки Ну, понятно, в общем А вот и они Ну, вот это Я люблю таких вообще игроков Они просто лучшие Самые лучшие В мире Ни черта не делают Вообще ничего Но много танков В общем, он убьет мне мэн Инфа соточка Моя кровь Склоняюсь Я готов мусти Не хватает маны Да начнется битва И попробуем Как ты Как ты здесь Да блин Что на этот раз Я пролью Скоро на охоту Ты звал меня Не стыда не совести у людей Чего желай Я в область Танки продолжают ехать Танки продолжают ехать Я пытаюсь расплетить Пытаюсь где-то что-то Как-то Отковыряться Здесь еще Так вот Делаем Ну и Надо наверное Коил Передать До кем Согласен Чего желай Постройка завершена У меня такой Стрёмный лимит Жуть Ну Вы видите Сколько Какой лимит Хоть Финда убивай Своего А он сам Час умрет О Хорошо Приветствую Ах ты Красавчик Опа Где прольется Моя кровь Ну Здесь теряем Теряем Много Он Восстановил Еще Добычу На Мэне Ага И делает И делает Этот Ой Ой Тинкер Ой Тинкер Нет 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 Тинкер Давай Давайте Еще разок Я лучше Ауру возьму Здесь Отковырялись Ну Приветствую Капец обожаем понятно это куда и тут тоже молодцы этим мне пора отсюда ливать пацаны потому что потому что а вот так вот красавчик надо так но у меня есть определенного рода проблемы как и верится все еще я застрял на этом ай обсидианку били но мы была мне так дорогая тут батки прилетели в общем ничего все я моё здрасте мардасть класс да там газон капец там блэйд мастер так а ну-ка давай-ка жесть привет капец просто какой-то надо восстанавливаться здесь что я могу опа что я могу дистрами попробовать могу отбиться и и под обсидианками эти тихо назад да жесть тинкер сдох надо здесь три джуф надо здесь три джуф попробовать попробовать этого добиться тут да опять дк беги-беги-беги-беги-беги сюда беги-беги-беги понятно здесь минус здесь скорее минус мне нужен магазин постройка завершена ай внизу еще танкист капец постройка завершена я готов мастер денег валом класс ну и тут конечно же конечно же танкист наш пришел это капец ребят как я ненавижу такие темы не надо было лезть на танкиста я слишком много времени потратил на него привет 2 чем до Так, много медведей. Здесь ждем. Тинкера восстанавливаем. Ставим базу. Мне нужны зигураты. Здесь надо продавать уже, наверное. Ой-ой-ой, я же не сделал... У меня только одна обсидианка. И дестройеров нет. Черт! Да, я могу заказать одну, по крайней мере, но... Так, ладно, все плохо. Денег нет, герои мертвы. Лимита тоже, как вы видите, особо нет. Надо восстанавливаться, надо делать акцент на героев. Надо докачать вот эти вот базы, восстановить героев. Отбиться. Отбиться. Важно отбиться. Я понял, что надо. Так, здесь манку мы воригеним. О, нормально. Мне нужно еще... Акалитов. Сейчас газон, теоретически, ко мне должен прийти. Ну, по логике, он должен дальше двигаться, просто и всем. Мне нужен грейд на Т3. Мне нужен Слотерха. Мне все нужно выстраивать. Все выстраивать. Причем, сделаю здесь пару нерубок. У меня еще есть проблема с лесом. А вот и он. А, тут медведик. Очень много. А дестройеров у меня нету. А свиток один резнем. И я тут подошел. Правда, он больше урона этому нанес. А здесь что? Здесь все. О-хо-хо! А я справлюсь с тем, вообще. Мне нужны две гули, хотя бы так. Ты звал меня? Да. Берегей. Присупай. Да, я готов. Мое терпение. Блин, нужен Слотерхаус. Вообще, нужно четыре гули. Красавчик. Так, нужен Слотерхаус. Нужны финды. Тут, кстати, грейд. В смысле, этот. Короче, не Грой-то, а этот. Как его? Господи. Почти инфернал из левелап. Осталось 2300 здесь. Здесь 3000. Я выхожу из злодимита, потому что боюсь, что... О, это, кстати, хорошая тема. Это может мне левелап дать? Ну, пятый тинкер, во-первых. Здесь Слотерхаус, пожалуй. Я готов мстить. Я жажду служить. Я прольется моя жаболей. Я воплощение тьму. Так, далее. Финды есть. Сейчас надо по-быстрому. Даже, наверное, два Слотерхауса я сделаю. Очень важны мне сейчас тележки. Опа, тут рядки уже. Четыре. Ну, убегаем. Это газон. Газон, скорее всего, у меня там поставил базы, бла-бла-бла. Но я все равно с этим особо сделать ничего не могу. Поэтому даже от этого знания толка немного. Что на этот раз. Ботинки у пацанов есть. В Синферналу будет попроще, конечно, с медведями воевать. Что нужно, смертный? Да, давай. Финды ищем. Да, да. Ключевой будет выход на эту базу. Как в момент я должен иметь 80-100 лимитов. Моё терпение. Ой. Ты звал меня? Постройка завершена. Наконец-то. Живые наступили. Красавчик. Где прольется моя кровь? Да. Чего желаю? Мой был был был. Я воплощении. Нет, нет, шейды, увы. Где прольется моя кровь? Я готов на исчез. Скоро на охоту. На еду. Вызывали меня. Моё терпение. Надо свет взять. Я готов мстить. Дальше его. Так, диастровки я уже могу поднять. По необходимости. Дожидаемся, когда закончится эта тема. Надо будет взять землю. Вообще надо сбегать, посмотреть, не строит ли он там сам чего-нибудь такого. Так, и еще вот так. Зигурат на выход из лимита. Сразу делаю парочку дистров. Вообще нужно выходить, пацаны. Надо брать два свитка. Он мне там будет ждать, как пить дать. Блин, даже нечего продавать. Просветку продам. Да, и он здесь поставил базу уже. Так, не торопимся, делаем так. Я готовлюсь, что из лимита выходить. Тут, 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 тут. Золотой рудник обрушился. Поехали. Он должен нападать. У него лимита сейчас ух. Ну, почему-то он не торопится. А вот он. Так, диспл, диспл, поехали. Так, давай-ка, анимейт дед. Ой, это была иллюзия. Ой, это была иллюзия. Все, ставим базу. Надо ее ставить. Ой, как здесь надо починить эти эти штуки. Ой, вот важно сейчас, чтобы не задиспелил. Ох, есть инфернал. Финдов потратил миллион, я, к сожалению. Ставлю базу раз. Ой, хорош. И танки. Конечно, конечно. Давай. Телепорт. Хорошо. Можно продавать все, что у меня вот здесь, на самом деле. Потому что он так или иначе-то все убьет. Оставлю по одному зданию. Гуляй, переведу сюда. Потому что здесь мне нужно защищаться. Понятным. Ой, тут беда у меня. Давай наверх. Зачем я здесь сражаюсь? Так, а здесь у нас проблемы. Согласен. Я воплощение. Приветствую. Ну, беги. Минус герой. Минус дредлорд. Скорее всего. Потому что нет. Пробую восстановить синкера. Что на этот раз не глагает мами. Минус варьком. Гэгэ. Расконтролено. Ох, прям хорошо сейчас было. Фух. Так, отбиться от танкиста слева. Я жажду служить. Я воплощение. А вот и он. Это будет не так просто на самом деле. Я желаю. Сперед вашей войной. Чего желаю. До свершиться предначально. Мне нужен БВ. До свершиться предначально. Надо восстанавливать ману. Постройка завершена. Постройка завершена. Тут только не рубки. Добыча идет. Добыча идет с одной базы. Здесь точно у него нычка. Я проверю на всякий случай. Вдруг он здесь не удосужился поставить. Если... Ну, скорее всего поставил. Но мало ли. А почему не восстанавливаем ману? Ну. Я не пойму. Далеко стояли, что ли? Так. Тут... Даже не знаю. Там надо не рубки ставить просто и все. Хорошо. У нас есть инфернал. Да. Здесь уже он все собрал. Еще не рубка. Выходить из лимита 50. В ближайшее время не буду. Да и денег нет. Тинкер выходит. Так. А тут у нас тележки. Хорошо. Здесь тоже все собрано. Что я хочу? Я хочу убить... Одного Акалита. Поставить... Вот так вот. Тройка завершена. Я готов к мустрю. Надо еще укрепляться. Приделим просто ману. Пока там тинкеру надо. Сюда заводим пацанов. Вы молодцы. А давай еще одного Акалита убьем. Ну, чтобы с дестройер был. Может, не стоит его делать, в общем. Пока просто зигураты, чтобы меня шальные люди не убили. Дальше нужно харасить его вот эту вот базу. Хотя это не его что-то база, в общем. Тут Луна Стар. Срочно нужны шейды. Дестройеры. И МК-6 без девайса, в общем. Давай тогда сюда. Вот так вот. Раз-два. 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 Ну, я под мува бы убил, на самом деле. Что на этот раз. Я бы их обоих убил бы. не не убил бы я думаю мне можно ставить базу я потерял финда 1 это не серьезно вроде бы назад что на этот раз скоро на охоту и живот пустит мне кажется вот 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 уже так вот 1 2 свалить бы еще отсюда да и здесь бы защититься так ладно ребят давайте сделаем обсидианки танкист танкист может вышел не не вышел вроде не вышел о понятно луна стар пишет ггм обсидианки в принципе здесь были восстанавливаем жизнь укрепляемся на второй базе пока все весьма весьма уже неплохо так дальше дальше да дистроера все-таки сделаем тут не рубочки жалко не тинкера не поэтому не подлечить опа дать просто бим эти живой этот тинкер шестой шикарно пошлю-ка я одного финда сюда здесь околиты вовсю шейду с собой беру гуляй сюда ну отлично народу еще осталось много в живых реинфорсмент того есть корона королей в принципе с двух баста я быстро накоплю вот уже 340 нужно затариваться герой очень хороший здесь поставлю шейду чтобы контролировать когда он будет выходить шеддер того вот он смф я его даже о у него даже просветки нет в смысле этого грейда нет это очень хорошо если я могу увидеть когда он там например героя стелепортирует корону королей взял надо поохотиться на вражеских героев тем более что есть неплохой такой херокилл коилл сварм в конце концов а вот он став кстати у него только один надо этих героев забрать да это мы чатиться начали непонятно тут база нет по центру это очень хорошо и он проскочил слева макер брат когда норм команду по доте ракси сделают мобит я вообще не в курсе на самом деле что какие вы игоря андреевич планы особенно касаемо доты поэтому давай вот так вот позакидываем да что на этот раз согласен ну иди ты ну сейчас заберем сюда он будет отсюда левать скорее всего пытаться но не факт что успеет gg хорошо танкиста убили smf ливнул и стала как-то поспокойнее да эта игра судя по всему моей то будет учитывая сложившуюся ситуацию в центре там сражения происходят и непонятно кто займет эту базу центральную я думаю надо постепенно восстанавливать добавлять он пример алтарь и делать еще несколько здание на продакшен великолепно можно харассить криво еще ливнул ну путин и реинфорсмент остались очень быстро по откалывались пацаны регене манком сбегаю сейчас в центре тут еще один финт забытый вот еще одна корона королей армор возьму и пойдем убивать ну для начала посмотрим у кого какие базы для того чтобы понять кому помогать ты над бед а стройка завершена кажется орд поставил 2 центральную базу стройка завершена нет нет реинфорсмента уже нет тоже постройка завершена он зелененький да ну тогда владимир владимирович мы а вот так вот да тут у них весело давай так так ухты нормально зашел ваще найс оба причем меня так ладно не они него и да это я зашел к двум которые разбирались и зашел ну явно зря они тут один реинфорсмент был да ладно то есть рейнджер к блэйд так ладно не лезу не лезу я понял урок усвоил его не лезу все нормально чё и дважды повторять не надо пойду затарюсь пока отлично все сижу на лимите деньги идут все отлично корона еще одна масгар говорит а почему зачем масгарк если ты не знаешь что орка вдруг там батки еще у него остались ну то есть откуда у тебя информацию что там нужно делать масгарки затащит откуда вот хорошо что у реинфорсмента в принципе база нет то есть он должен сейчас просто ломиться вот это плохо да ёпреса ты минус дк я понял то да надо научиться это того надо установить героев и и нормально воевать там играть на т3 нет к сожалению здесь надо сделать у меня мэйн вот здесь он был такой вот казус устанавливаем жизнь восстанавливаем ману ждем деку деку можно было и воскресить тут таурены какие-то немногочисленные они в принципе сами себя убивают делать особо ничего не нужно меня пока все устраивает опачки владимир владимирович грабит приворовывают так скажем блин да это же гагарит ринфорсмент и левая это да так а что у орка у орка что у орка что у орка что у орком непонятном ничего у него нет это кг действительно ну если у него армии нет а героя у него очень не очень да но середина была очень жесткая в середину когда ты там пытаешься танкиста бить и к тебе приходит лимит ты такой блин сдача мэйна сдача экспанда на каких-то чудесах на третьей остатке четвертых базах отковыриваешься потом выходишь когда уже все золото закончилось в центр сражаться тоже против этого лимита эльфийского ну а потом было просто путин всех переиграл почему нет нет включи чтобы все время хп своих противников видно было она будет все время пропадать эти так секрет скажу она будет пропадать просто потому что я постоянно буду на лиджать и ничего с этими сделать почему грейд не доделал потому что грейд на т3 не было и сейчас вот в данный момент грейды дело для двух пауков и одного дестройера не совсем понятно зачем так сейчас будет рагнарог там герои такие классные газоны еще были блэйд мастер варденко ну алхимик правда третьим хотя мне тоже грех жаловаться на героев одна связка дк плюс дредлорд это это очень круто там только койл спасал во время ключевого сражения только койл о-хо-хо так все собрались давай сегодня хоть в варкафте винстрик сделаем так респ очень ну не очень прошла игра была за андедом это за эльфом ну вы помните что здесь самое главное это верхний сосед с нижним даже агриться не хочется потому что ну он точно на эту базу пойдет а вот верхний может и не пойти и это было бы круто слушай давай сразу вот здесь вот барак сделаем вроде не сорвется да не должен конечно же сорваться просто чтобы сожрать и этого согреть и быть не так далеко от экспандер как надо хаб поменять там еще раз увидел браузере саппорта другого за сайт спасибо говорит спасибо тебе за саппорт мы сегодня кстати показывали в скайпе разработчик показывал скайпе версию для iphone приложения первую но она уже такая клевая и хотим к трансляции меняемся к лучшему к сайту через скорее всего через две все-таки недели уже открыть бетку тест-флайты закрытую бета то есть по приглашением которые так идет арча здесь все понятном здесь сделаем барак на защиту димон родной до starcraft не прет а поперла варкрафт хорош да и книгу ловкость еще дают от души кольцо защита вот правда это ты зря так было же все хорошо тут закопаются чтобы арчей сделать пока все равно пару зеленых точек с пожалуй возьму давай 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 елк давай вот так все равно манов бесплатная тофли ловкость хорошо еще одного одно арчу делаю а вот так вот тогда выкапывайся раз такой молодец пока бежит я еще одну точку возьму что торчит маловато будет давай магазин сделаем 1 виспа в расход хотя 5 арчи в общем-то и нормальным учитывая димку и ранний грейд проблема главное в том что я ждут как бы вот это опасно посмотрим что успеем так выводим а и он здесь совпадение надо на жалко капец как я выкрутился за эту ситуацию во первых перед и ретаргетил всех для того чтобы крипы переключились на того повезло что при этом прошел кд у голема на молоток это позволило мне застанет этого потом виспом подблочил короче это было очень круто ну те кто как бы просветки нет там же три с половиной дима я вот только нычку так и не поставил сейчас второй герой еще выйдет ставку там опять ты отдавайте тогда учитывая то что путин рядышком его добить не должно не должно составить труда большого особенность тинкером давай ну это под мутом по банку не мне хочется играть на т3 сделать ай нет не заблочил там виверный у него наверно надо сделать грейд на т3 убить вот эту вот штуку здесь факторочку кинуть еще одну он лечится долго просто убивать на самом деле и он и выгоднее конечно было понятно стой как тут у нас да ладно черчи не справляется мне кажется рейнджа не хватает просто весь инвиверн прострел долго очень долго делать не ясно хотелось пойти покрепиться 1 верно брать какую-нибудь арбу димкой делать медведей где мы хорошо там навешивать будет но я не я много времени теряю на нее на нем очень много времени сейчас первым бриджу вам третий герой еще нужно это пробиваться к нему пока он бетон не сделан бетон уже практически сделан тихо 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 личные да отлично и медведи подставил еще лимит 60 58 как видите а потом будет бетон и пробиться будет вообще очень сложно рейнджер ком да уже бетон ну в общем то это надо просто брать и через атаку посылать но и заморки меня убить а что приказ пощадывание когда начинать пробует он застрелить рейнджер кейп отличный любой все сразу базу ставим вот тут пришел уже средь живом товарищ там еще на тинкера накидывался надеюсь у него базы слева нет дега хорошо больше медведей делать не надо итак перебор зачем я добиваю ты его а ну потому что он еще не вышел надо хотя бы алтарь убить у него с мэйном и с этой пачкой медведей пытаться что-то еще в центре получить я думаю что там кто-то остался что это такое вес тут рядышком вот . осталось но сейчас шейдер нужен и вот эти вот есть кто нету шейдер скоро откатится уже тут тоже ничего а по девайсам эмпиризм есть а здесь тоже ничего ладно беру шейдером и иду ну того голема получается получается так вот медведи просто ну не то чтобы сдаем но если там кто-то умрет я не буду против из медведей потому что нужно наоборот ли меч освобождать один мишка умер книга опыта скорее всего для рейнджер ким рок ветров тинкер берет проверим еще одного такого голем чекам второй сайланс о ее смогу ли 3 3 1 вроде как могу главный чтоб сюрприза не было никакого в виде химер и надо сделать пару дриад надо закупить тпм обязательно готов мой мой но на 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 игры закупить тп михаил свитков нет я бы счет дракона попробовал закрепить второй грейд на атаку так владимир владимирович завершает игру попробуем еще покрепиться у меня герои низкого лавона тут не закреплено хорошо очень-очень хорошо очень-очень хорошо ух ты ой странный какой твой сайланс так 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 поехали так у и и Это хрень выходит Хотя ненормальный Да ладно Красавец хост Я думаю я на первом, да Но не с большим отрывом, кстати Там Крео хорошо тоже играл И героя у него два паладина и блэйдмастера Вообще это же отлично Представляете, можно Блэйдмастеру покупать 6 когтей И он все равно не умрет Пофиг на то, что у него там на 10 левеле Будет всего там 900 хп Два паладина Это была бы такая бесячая штука У двух паладинов инвул на 45 секунд И каждые 5 секунд по 600 хп они в этого блэйдмастера вливают А тот криты по 450 Да Не, у меня тоже хороший герой Безусловно Безусловно Жалко Тем более жалко, что уже после Начала первого В общем я с вами прощаюсь Благодарю за внимание Приглашаю уже второй или третий раз На трансляцию от конца и дальше Которая 100% Будет завтра в 16.00 по Москве Если вы в принципе не были на трансляциях Очень рекомендую Такой раз в году Но очень весело Очень весело Не то, что это умыло и ффа Поэтому приходите Не опаздывайте Ну или в крайнем случае в записи смотрите Спокойной ночи